Мария Сушенцова Я рада, что нашей гостьей согласилась стать матушка Анна Борисова, директор керамической студии «Барбарис» и редактор многих просветительских, богословских проектов, интернета, книжных изданий, жена батюшки Антония Борисова и мама трех дочерей. Я думаю, что все, кто пришел, наверняка знают матушку Анну, поэтому представление нуждается, но тем не менее. Еще раз хочу напомнить список всех этих замечательных дел. Поскольку мы только начинаем в целом наш проект, я немного повторюсь, многие не были на первой встрече, и скажу пару слов вообще, с чего это все началось и в чем замысел состоит вот этого цикла. Замысел родился из потребности моей лично и многих, с кем я общаюсь, в том, чтобы обмениваться опытом и смыслами между верующими женщинами, которые занимают такую активную жизненную деятельную позицию. И, в принципе, есть такая в идеале, в идеале хотелось бы надеяться, что этот проект поможет хоть немного, в какой-то малой степени, в доступном нам масштабе, возродить традицию преемственности между женщинами разных возрастов, между впереди идущими и теми, кто только ищет себя. То есть такую создать лабораторию женской мудрости, которую можно было бы преподать в момент, когда ты в этом очень нуждаешься. И формат, который мы выбрали, можно назвать своеобразными устными мемуарами, потому что в основном это все-таки автобиографичный рассказ нашей гости, нашего спикера. Но мы его постараемся преломить как бы в трех гранях. Это дело жизни нашей гости или творческая какая-то стезя, которая ее наполняет и занимает. Вера в Бога, конечно же, и отношения с семьей. Вот эти три основных, наиважнейших сферы, они переплетаются между собой, и все они по-своему важны. И хочется узнать, как же это все можно сочетать. Как вот в уникальном опыте каждой конкретной женщины это сочетается. Поэтому наша беседа, я ее постаралась структурировать и разбить на три блока. Мы начнем как раз-таки с блока самореализации, то есть поговорим о том деле и о тех апостасях, в которых проходит деятельность нашей гости. Потом перейдем к блоку веры и уже как вишенка на торте в конце поговорим о семье. Хочу с такого организационного немножко установочного момента начать, поскольку сегодня у нас в гостях не просто женщина, жена и мама, а матушка. Сначала хотелось бы спросить, как, Анна, к вам лучше будет обращаться? Как вам комфортнее и как вы себя, в общем, удобнее обращаться к вам как к матушке или просто по имени? Мне удобнее просто по имени. Хорошо, спасибо. Чтобы никто не смущался. Будем делать так. Прекрасно. Анна, многие вас знают, как директоры, прежде всего, кто не слишком близко, допустим, знаком, многие с вашим именем ассоциируются и сразу керамическая студия «Барбарис». Но при этом я знаю, что у вас два высших образования экономической направленности. И мне, как экономисту, интересно всегда. Нас учили, что экономист – это человек, который может себя реализовать везде, в любой сфере. Он такой вот, ему дают инструменты, он их к чему-то прикладывает. Но все же, мне интересно, почему вы выбрали именно керамику как сферу приложения своей деятельности из всего бесчисленного разнообразия? Во-первых, это красиво. Ну, на самом деле я полностью реализую себя в профессии своей, в управленческой. Потому что у меня первое образование управленческое, но я бы не сказала, что его можно отнести все-таки к чисто экономическим образованиям управления. Это смесь и гуманитарных направлений, и экономики. Я, собственно, и занимаюсь управленческой деятельностью. Ну, а почему керамика? Ну, я люблю очень посуду. И, наверное, такой момент был интересный. Мы один раз путешествовали по Греции, там множество раскопок разных. Ну, если кто был, там знает, там все время что-то копает, все время что-то находит. И находит чаще всего посуду. И вот когда мы были тоже в салонниках, и там какие-то опять очередные раскопки, что-то уникальное там нашли. И я смотрю, уникально это посуда, 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 посуда. И я так думаю, интересно, вот что останется от нас? Какие-то соцсети, когда нас не станет. Ну, что останется? Соцсети, интернет-сайты. Потому что я просто на тот момент я занималась чисто интернет-проектами. И меня все время мучила такая мысль, что вот что-то случится с интернетом, ну, рано или поздно наверняка что-то случится. И где будут все эти проекты, в которые ты вложила не один год и душу, и силы. Я там с детьми на руках, там что-то делала ночами постоянно. И мне очень захотелось что-то материальное делать, что можно прям потрогать, можно взять, можно использовать это. И более того, мне очень интересно было именно весь процесс организовать, когда сначала ничего нет, кроме идеи, а потом уже появляется какая-то вещь. Вот это, мне кажется, наибольшей ценностью в этом. Ну вот, как-то так. Спасибо. Значит, эстетика. И красота спасет мир. Да, и память потомков. Также, да, как вы уже немножко затронули, у вас интересное такое разнообразие в деятельности, да, помимо вот этого, значит, дела, по-настоящему дела, да, которое вы вот и доорганизуете, вы все время участвуете в разнообразных просветительских проектах. Это такая ваша вторая параллельная линия. И вот интересно, как они у вас рождаются? Вы сами генерите идеи для них, то есть разрабатываете идею проекта, или же проект находит вас? Мне кажется, я ни разу, наверное, не искала себе проекта, чтобы в него включиться. Они меня как-то сами находят. Но мне кажется, про эту сторону моей деятельности вообще никто не знает, потому что я ее нигде не освещаю. Так можно где-то вот на сайтах найти, что я где-то выпускающий редактор, или там какой-то проект, там, да, у меня где-то написано, там, Борисова Анна мелким шрифтом. Вот. Но у меня есть какой-то пул проектов, видимо, хорошая репутация, как выпускающего редактора, и в принципе я подключаюсь к проекту на уровне идеи. Вот чаще всего эти проекты раньше были связаны с отцом Павлом Великановым, с которым мы очень много проектов вместе делали. Потом как-то и другие начали появляться предложения. Александр Невский очень крупный проект, был интересный. Мы делали, там был главный редактор, священник Анатолий Колот из Московской духовной академии. Тоже хороший проект получился. Вот. Поэтому я, наверное, проекты не ищу, скорее наоборот. Они меня сами находят. Угу. Здорово. Вот как раз вы упомянули сейчас про отца Павла Великанова и про Александра Невского. И вот тут действительно тоже хочется узнать. Получается, что с одной стороны вы руководите керамическим производством, это что-то действительно осязаемое, такое материальное, на что приятно смотреть, и это приносит удовлетворение. С другой стороны, вы постоянно участвуете не просто в издательских, просветительских проектах, но и вообще в церковной деятельности. Потому что, насколько я знаю, кроме, допустим, портала Богослов Ру Александра Невского, вы также пять лет проработали в сенодальном отделе по монашеству. То есть вы все время наряду с этим производством погружаетесь в такие вот умозрительные сферы, богу мысли, так или иначе. И поэтому хочется спросить, как вы сочетаете рукотворное с одной стороны, с другой стороны, нагруженное смыслами. То есть такое, в общем-то, мыслительное пространство. Вас что-то влечет в эти богословские темы, да? Потому что вы все время оказываетесь каким-то образом, сприкасаетесь с этим. А может быть, в этом есть влияние мужа? Ну, конечно. Как так складывается? У меня на всю жизнь есть влияние мужа, потому что мы с ним и познакомились на работе. Я была выпускающим редактором как раз портала Богослов Ру. А кто-нибудь читал этот портал когда-нибудь, нет? Да? Слышали про него? Вот. И мы там познакомились как раз с мужем, потому что он был новостным редактором. Он еще учился в семинаре, а я пришла туда работать к отцу Павлу Великанову как раз. И мы там познакомились с мужем, и потом поженились. И, конечно, его богословское образование, экспертность в этом вопросе оказывает большую роль. Потому что я ни разу не эксперт, ни в богословии, ни в истории церкви. Я люблю эти темы, но, конечно, не профессионал. Я постоянно бегаю за консультацией к мужу. Скажи, пожалуйста, как вот здесь вот? А проверь у меня текст. Тут точно все в порядке. Так что влияние большое, конечно. Но все-таки, если абстрагироваться от этого влияния, он вас просто приглашает каким-то образом, косвенно или напрямую в эти проекты, или вы испытываете внутреннюю тягу к этому? И как бы так или иначе вы бы сами в эту сферу... Ну, внутренняя тяга, конечно, есть. Но, мне кажется, она началась с момента создания портала «Богослов.ру». И потом я как-то не могу из этой клей выйти, потому что у меня постоянно новые проекты, и они все тем или иным способом как-то связываются с церковью, с церковными какими-то религиозными. направлениями. Не знаю, от меня ли это исходит, или это какие-то внешние факторы, на которые я просто реагирую согласием участвовать в таких проектах? Не могу сказать. Но то, что мне нравится этим заниматься, это, конечно. Спасибо. И еще вопрос очень полезный для нашего проекта, поскольку мы только начинаем, и есть желание сформировать какой-то такой вот женский клуб, где мы бы все подпитывались опытом полезным и вдохновлялись этим опытом. Я помню, как вы на нашей предварительной встрече поделились с нами, со мной, с Еленой, что у вас, Сергей, в посаде, сложился клуб матушек, и вы раз в месяц отправляетесь в баню, расслабляетесь, разговариваете, общаетесь. И вот в связи с этим я хотела узнать, что вы могли бы поделиться, если это, конечно, не суперсекрет, какие темы вы обсуждаете, что вас объединяет, что составляет ядро вашего общения? Мне кажется, это чисто женские темы. Я не думаю, что сильное влияние на эти темы оказало то, что мы все матушки, потому что это чисто женские разговоры про детей, про совмещение работы и воспитание детей, и семьи, как не раствориться в семье, или наоборот, как не упустить какие-то моменты воспитания детей. Но объединяет нас, конечно, то, что мы все жены или священников, или диаконов, ну, священнослужители Русской Прословной Церкви, более того, наверное, половина из нас, мужья, половина из нас учились на одном курсе в Академии. Но я не скажу, что это что-то особенное есть. Может быть, конечно, про воспитание детей. У нас есть темы, как воспитывать их всё-таки в церковной, среде и не дать детям сразу отбиться от семьи, когда они в подростковый возраст входят. Но вот такие есть темы. Скажите, этот клуб, он сложился таким самостоятельным, стихийным образом? Вы просто были знакомы или всё-таки первичным было знакомство ваших мужей? И вы уже как жёны вторично, так сказать, объединились? Здесь удивительно, что мужья наши не близко все дружат. Поэтому мы скорее друг друга знали и потом как-то решили, а не сходить ли нам в баню? Ну, мы сходили и там просидели, не знаю, сколько часов и всё, разговаривали, разговаривали, делились какими-то женскими проблемами, советами. Но очень полезные наши встречи. Мне вообще кажется, что дружба женщин – это прекрасно. Я просто всегда работала в мужских коллективах, в дом-мастерской, вот все проекты – это исключительно мужские коллективы были. И мне вот прям не хватало женского общения. Мы стали встречаться, и я поняла, что да, это именно то, чего мне в жизни очень не хватало. Замечательно. То есть вы верите в будущее нашего проекта? Конечно, верю. Если есть пирожки, как не верить в это будущее? Да, я вас очень хорошо понимаю. У меня тоже обострённая в этом потребность, потому что много лет работаю на кафедре, очень теоретической, связанной с экономической теорией. И у нас там сплошные возрастные профессора. И практически нет женщин. И я испытываю огромный дефицит общения с единомышленницами женского пола на работе. Причём большинство из этих профессоров, они ещё и такие не семейные, потому что научная деятельность такая вот серьёзная, она, конечно, не всегда хорошо и легко совмещается с жизнью семейной. Поэтому вот да, это огромное отдушина пообщаться с женщинами, близкими по многим направлениям. Анна, вот завершая этот первый блок, мы так достаточно динамично по нему пробежались. Я бы ещё хотела задать такой дополнительный уточняющий вопрос про керамику. Вы рассказали, почему вы выбрали это направление. Не могли бы вы немного рассказать, я думаю, может быть, кто-то об этом не знает, это было бы интересно, о том, вот как вы конкретно создали свою мастерскую нашей предварительной беседе. Вы упоминали, что это было связано с проектом отца Павла Великанова. Вот откуда это выросло? Мне кажется, это интересно. Думаю, что да, будет интересно. В Сергиевом Посаде был такой проект, реализован, назывался «Русский дворец интересов». Не знаю, кто-нибудь слышал, нет, никто не слышал. Но он уже не в Сергиевом Посаде, он уже, где отец Павел служит, он там продолжает его. А в Сергиевом Посаде он был достаточно масштабным. Смысл этого проекта заключался в том, чтобы создать сеть городских мастерских, куда могут приходить, например, папа с сыновьями позаниматься столярным делом. Причем папа тоже может не уметь ничего делать. Это так и было, кстати говоря. И там были преподаватели, которые могли подсказать, научить. Проект содержал множество направлений и столярная мастерская, и керамическая, и рисование, и акварель. Очень много было направлений. Но керамика как-то она выделилась из этого множества. И пошли первые, ну не заказы, а как-то приходят люди на мастер-класс, полепить что-нибудь, поговорить. И говорят, а можете вы нам сделать на заказ что-то? Мы говорим, ну в принципе да, наверное можем. И мы поняли, что заказов как-то очень много. Я уже решила немножечко отделить это направление от остального, потому что все-таки русский дворец интересов, он был именно про мастер-классы, про досуг. А мы выделились в производство. Ну собственно так и родилась керамическая мастерская Барбарис. А вот изначально на первом этапе проекта, когда отец Павел это организовывал, какую роль вы там играли? Организационную или как один из мастеров непосредственно? Нет, нет, организационную. Организационную. Я участвовала в подаче документов, когда продумывали идеи. Ну с самого начала от идеи до реализации. Там проект официально шел год, а потом уже как-то он так еще расширился и еще, наверное, года два-три существовало в таком широком формате. И потом уже родилась мастерская. А вот мне интересно тоже про развитие этого дела спросить. Вот вы выделились, да, как бы на этом стартанув, да, с этой точки самостоятельное производство. А были ли еще какие-то ваши коллеги, да, которые с вами так же начинали, и они бы тоже выделились вот такие вот самостоятельные уже производства, мастерские, какие-то школы. Ну, я бы не сказала, что это коллеги. Скорее, это те, кто приходили на мастер-классы, например, участвовали, да, как участники мастер-классов. И потом они приходили раз, два, три, там месяц, два походили, и потом решили открывать какие-то свои мастерские. Кстати говоря, очень много, даже не немного, но вот троих я могу даже назвать, кто прям успешный. Например, вот есть такая керамист у нас в Сергиевом Посаде Маврина, я знаю точно, она ходила на занятия, лепила на гончарном круге, и потом это так увлекло, что у нее сейчас своя мастерская. Вот столярная мастерская одна открылась, и акварельные курсы отдельные, тоже успешные, онлайн. Так что есть успешные ростки, которые пошли после этого проекта. Это, кстати говоря, самая главная цель любого проекта, чтобы он не заканчивался, когда заканчивается финансирование, а чтобы какие-то люди, которые участвовали в этом проекте, давали жизнь новым направлениям. Это самая лучшая цель, которой может достичь проект. Спасибо. Скажите, тоже вот мы сейчас так широкими мазками упомянули, и «Богослов Русь», и «Синодальный отдел монашества», и «Александр Невский». Для себя из этого разнообразия вы что-то выделяете как самое любимое, самое понравившееся дело, направление, которое вам особенно в душу запало или как-то особенно много вдохновения. Это провокационный вопрос, потому что это потом могут смотреть коллеги из разных направлений и скажут, ага, значит, тебе вот наше направление не нравится? Нет, это не вытекает отсюда, что не нравится. Они сделают такой вывод. На самом деле я всеми проектами занималась, потому что мне это нравилось. Вот если мне не нравится, я не могу этим заниматься. Это может быть ужасно, как-то эгоистично звучит, но не могу я заниматься тем делом, которое мне не по душе. Не могу выделить какой-то проект, который мне очень сильно прям нравится. Нет, мне все нравится, что мы делали. Здорово. Ну, мне кажется, то, что вы позволяете себе честно выбирать то, что вам нравится, это, во-первых, как говорят психологи, залог психологического здоровья, во-вторых, это честная позиция, поэтому, конечно, это только вызывает отклик и восхищение. Хорошо. Давайте тогда перейдем к второму блоку. Может быть, потом, если у кого-то будут вопросы, или мы можем сейчас, Лен, как нам поступить. Может быть, да, поскольку мы сейчас немножечко прикоснулись к вашему, к вашей бурной деятельности, может быть, кто-то что-то хотел бы спросить, кого-то что-то заинтересовало более вот так конкретно, предметно. Очень интересно, просто сначала русский дворец интересов. А, как русская палитра. Походишь туда, и просто душа радуется. А нет ли у вас в Москве здесь такого дворца? Ну, вот этого я не знаю, есть ли аналоги такие, но я знаю, что у отца Павла на приходе в Чертаново, он в Чертаново служит, храм, я, к сожалению, не помню, как называется, он там несколько курсов продолжил. Я знаю, что у него точно было кузнечное дело, кстати говоря, мне кажется, уникальные вообще какие-то курсы. Про другие направления я не могу сказать, но какие-то там точно поддерживаю. мне кажется, можно посмотреть у него где-нибудь в соцсетях, наверняка проходит эта информация. Вот, созидательное, прям, именно это слово. у нас же не было труда, у меня дочка 16 лет, и в школе не было, у меня сейчас складывается, на ее отражении, как у себя там рисовала, какие-то вещи не получилось кривить, потому что вот среда подростков, если есть вопрос, кто-то наоборот, еще и включили, но есть нет, но раньше, когда-то было, это очень всем интересно, это не полезно, это же просто полезно, и дать удовольствие вот этой дворечной памяти и смыслом. Он так, кстати говоря, и назывался, центр созидательного досуга, русский дворец интересов, именно созидательный досуг. Я к тому, что сейчас такое время, когда нужно подавать идеи, и есть же президентские гранты, на осуществление таких культурных, национальных, поднимающих вообще дух и культуру, развитие, опять же, созидание общества, детей. Я много даю примеров, когда гранты эти получают, и нужно делать сообщат, я хочу сказать, что этот проект, русский дворец интересов, он именно грантовый изначально был проект, да, благодаря грантам президенту Российской Федерации он и был создан. Но самое интересное, что когда закончился вот этот срок, там же подается проект, например, на год, вот год заканчивается, ну все, финансирования больше нет, а проект не закончился, то есть он продолжался как-то своими силами, какими-то дотациями, и он шел достаточно, ну до сих пор можно сказать, что какая-то часть существует этого проекта. В процессе этого проекта возникает, из-за того, что будет какой-то какой-то интерес общества, возникают коммерческие инфоменты, без этого уже нельзя, люди приходят, платят деньги, рекламу возникает, я просто знаю, вот недавно установили сад Ракитского, усадьбу Ракитского, это ботаник, он занимает растениями, и это в Тарусе, и там совершенно мешаный спект, но постановление было именно на то, и, соответственно, люди стали зарабатывать. Но сейчас, по-моему, это чисто коммерческий проект, там, мне кажется, билеты все платные. Сейчас смажешься темы, но я знаю, что изначально это делано именно это не бизнесовые деньги, это грант. А нужно вопрос? А вот подростки к вам приходят, а здесь какие-то мастер-классы, там, продолжают. Как бы мы не старались уйти от этой темы, потому что я вообще больше люблю производство организовывать. Но мастер-классы у нас регулярно спрашивают, приезжают целыми группами из Москвы, но сейчас у нас помещение не очень большое, мастерской, поэтому приходится какие-то лимиты ставить по количеству участников. Проводим, но только в виде исключения. Да, и очень редко. Ну, потому что приходится останавливать производство и все переделывать под мастер-классы. Это непросто. Да, это даже экономически не обоснованно. Нет, не обоснованно, да. Но вот до недавнего времени мы проводили благотворительные занятия для революционных центров, ну, соответственно, они бесплатные были. Приходили дети с разными, ну, проблемами. Ой. Все, да? Хорошо. Мы проводили бесплатные мастер-классы. Это была такая вот социальная направленность нашей мастерской. Сейчас, к сожалению, мы приостановили ее на какое-то неопределенное время. Потом планируем опять продолжить. Но это как раз бесплатные мастер-классы, которые не коммерческие, а благотворительные. А куда действуют? А у нас очень много революционных центров. Был такой, ну, есть сейчас центр... Ой. Все хорошо? А вы можете на микрофон дать, потому что кто-то говорит, да вы без вас. Вы в любом режиме не живете. А люди говорят и не слышно. Может, дать микрофон? Я не говорю, я микрофон. Да, это хорошо. Ну, можно. Например, революционный центр «Оптимист». Там дети с различными физическими, умственными отклонениями. Сергей, у нас очень много революционных центров. Я сама была удивлена, насколько много. Вот с ними как раз мы одно время очень плотно сотрудничали. все работает. У меня два вопроса. Первый вопрос. Мне вот это все клуб матушек. Клуб матушек не дает покоя? не дает покоя? Ну, просто ну, я ведь пока не матушка, хотя бы пути Господь не исповедила. Нет, мне просто интересно, я поскольку вот тоже ценю женскую группу, там у меня подруги, там утренки, дружи, там есть церковленные, есть там светские, мы все равно с детьми, с семьями дружим долгий-долгий год. Вот у вас этот клуб, он как давно сложился, во-первых, и во-вторых, то есть мне вот вопрос, если бы все на какое-то время, потому что когда я бы сказала своей подруге московской матушке прожил матушку, она сказала, ну, это точно не в Москве, у нас никого не цепережь, то есть вот интересна логистика, то есть как бы там раз в месяц у вас есть определенная дата, вот, потому что я считаю, что это, конечно, очень важно, даже то, что Маша проговорила там, как создание женского сообщества, и вот вопрос о проживании. Ну, все это решается, как, наверное, все вопросы сейчас в чатах, у нас есть чат, и мы там как-то обговариваем эту дату, конечно, не бывает стопроцентной явки, у нас там человек, наверное, 12, я думаю, но где-то вот 5-6 собираются, и это уже хорошо, значит, мероприятие проводим, все, но мало того, что все матушки, все многодетные, у меня, наверное, меньше всех там детей, потому что там по 5-6 очень много детей, но находит время, надо же как-то вырываться из быта. Сколько существует этот год? Года, наверное, 4. Да, но он нерегулярный, у нас нет регулярного членства в клубе, там, под запись, все там, да, 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 конечно, можно было все тоже на коммерческую ногу поставить, но нет, все у нас так по любви, кто хочет, тот приходит, кто не может, тот не приходит, все просто, мы не усложняем, это очень неформальная организация, я, кстати говоря, не спрашивала у девочек, можно ли про это вообще рассказывать, они очень удивятся, мне кажется, но без имен, да, без имен, но они себя узнают, да, это очень хороший опыт, который сам сложился, по естественным причинам, да, хотелось бы из этого опыта подпитываться полезными советами, здорово, теперь, если вопросов больше нет, по вот этой первой части, я бы предложила перейти к такой уже, наверное, более личной области, с одной стороны, с другой стороны, я думаю, это очень многих волнует, вопрос будет такой, как вы пришли к Богу, если, поделитесь нами, пожалуйста, это было частью вашего семейного воспитания, то есть это вам передалось родителей, или же у вас был свой самостоятельный путь в оцерковление, в том случае, допустим, если вы росли в семье там, агностиков, или людей далеких от веры, как вот это было у вас? Ну, у меня было достаточно все просто, потому что у меня родители пришли к вере, сначала мамам, потом папа, и как-то все было очень гармонично, конечно, были перегибы поначалу, мне кажется, как у всех, когда приходишь к вере, и все так кажется здорово, какие-то переборы, но у меня вот их, не то, что у меня их не было, у меня не было борьбы с ними, я была еще ребенком, я тоже восприняла все очень органично, уговорила даже маму перевести меня из обычной школы в православную гимназию, мама сначала не хотела, я прям какие-то условия там, и мне условия поставили, там что-то закончить на отлично, что-то там сделать по пунктам, я все сделала, меня перевели в православную гимназию, в которой я отучилась до 11 класса, кстати говоря, не скажу, что у нас там высокие показатели того, что люди остались в церкви после окончания, очень мало людей из моих одноклассников, и кто учился, там где-то рядом, остались в церкви, но вот у меня это была как прививка такая от всяких перегибов церковных, у меня после гимназии сложился иммунитет хороший, такой здоровый, поэтому у меня было все органично, даже когда я начала встречаться с будущим мужем, он был семинаристом, у меня не было никаких иллюзий или восторженных представлений о жизни священнослужителя, я очень спокойно к этому отнеслась, и в результате все и сложилось очень хорошо и спокойно. А не могли бы вы поделиться, вот как ваши родители к этому пришли? То есть, может быть, а сколько вам было лет, во-первых, когда это случилось, да, потому что восприятие очень сильно влияет, зависит от возраста? У меня родители пришли, вот мы с ними разговаривали, примерно 95-96 лет, где-то в это время, соответственно, мне было 8 лет. То есть, уже такой вполне осознанный возраст? Да, может быть, попозже, в 9, ну, начальная школа. То есть, вы уже вполне воспринимали те обстоятельства, в которых они там оказывались, что на них могло повлиять, то есть, интересно просто понять, что привело вас, ваших родителей, да, если не вы уже этот выбор делали, настолько, насколько вы могли это наблюдать на тот момент? Ну, мама, вот у меня учительница, она очень эмоциональная, очень восприимчивая, она первая пришла к вере. Более того, она такой миссионер, мне кажется, у нас в храме, где, куда я хожу, в Дюлина, где муж мой раньше служил, мне кажется, у нас полхрама – это учителя, потому что она такой вот миссионер прям, что у нее учителя и ее родители из классов. То есть, она своим примером, такой церковной жизни. Я не могу сказать, почему она пришла, вот конкретную причину, вот не могу сказать. Но то, как она горела этим и до сих пор горит, но в хорошем смысле, без перегибов, в светлом понимании этого слова, это я, конечно, вижу. Папа более спокойный, ну, как по-мужски так, взвешенно относится ко всему. А мама до сих пор, постоянно у нее вот это вот горит, вера такая живая. Причину я, наверное, воцерковление не назову, но оно было достаточно резким. Хотя вот мы с матушками в этом клубе как раз тоже с подругами Маймеда обсуждали и выяснили, что у многих родителей пришли к вере именно в 96-й, 97-й годах. Я все пытаюсь выяснить, что же там было в это время. Я думаю, что там был пик печатной продукции церковной. Было очень много книг напечатано, не скажу, что все высокого качества какого-то или особой тематики, но было очень много книг. А родители мои и поколение людей очень читающие. И мне кажется, это как-то через книги, через журналы. Было церковь. Было церковь. Нет, не были. Но он же жил в Симхозе, недалеко совсем от нас. Да. Но в это время такой проповедник. Очень яркий, да, проповедник. Но они не были знакомы. Нет. Да, книги Александра Мени, конечно, на многих казались. Очень сильные. Не всех привели к Вере, но многие их читали и как-то переосмысливали что-то для себя. Скажите, а папа пришел к Вере вслед за мамой или у него был свой самостоятельный путь? Наверное, вслед за мамой, скорее всего. Но мама не давила. Вот я говорю, она своим примером. Она так прям, не знаю, как апостол. Не давит. И меня, в принципе, не давили никогда. Не было такого, чтобы там все, так сегодня в храм пошла, причастилась обязательно. Не было такого. Все как-то по любви, спокойно. Но у мамы энергия такая очень живая. Но за ней хочется идти. И поэтому, наверное, папа как-то вслед за ней уже стал ходить. А когда Ваша мама воцерковилась, в чем выражалась ее попытка христианского воспитания ее детей? То есть вас, может быть, там ваших братьев-сестер, а вы одна. Я одна, да, у меня никого нет. Говорили, да. Ой, пунктов здесь, наверное, 500 воспитаний. Я не буду все перечислять. Но у меня было такое, что мама мне подбирала книги для чтения. Это я как сейчас помню. То есть был какой-то разрешенный список и был неразрешенный список. Конечно, я все читала из неразрешенного, а из разрешенного очень выборочно. Потому что мне не разрешали, например, читать Дюма книги. Категорически. Что нельзя, это очень плохой слог. И вообще все там такое пограничное, какая-то любовь там у кого-то. Ну, в общем, не надо тебе это читать. Не читай. Все, я всех мушкетеров. 20 лет спустя, 40 лет спустя. Граф там какой-то. В общем, все читала. А разрешенную очень выборочно. Какие-то повести там душевные, все такое выборочно. Потом мне запрещали смотреть телевизор. Это вот такая традиционная неофитская фишка. По крайней мере, поколение детей, с которыми я училась, это было... Ну, тогда не было ни Ютуба, ни смартфона, ничего не было. Единственная связь с внешним миром – это телевизор. И мне его отрезали. Отрезали прям шнур, вот эту антенну. А телевизоры-то были еще большие, ни ЖК. И мало того, отрезали. Родители такие были, очень прям знали меня хорошо. Они его спрятали в другой комнате, в шкаф. Представляете, как подло. Я прихожу домой, нет телевизора дома. Спрятали они его в шкаф. И они мне до сих пор рассказывают эту историю, хотя я ее сама прекрасно помню, потому что я в главной роли была. Отрезали антенну, телевизор убали в шкаф. Ну, они все время работали, никого дома не было, соответственно. Я этот телевизор из шкафа в другую комнату. Потом как-то придумала, зачистила этот провод. Его там что-то как-то вот не запаяло, но там крутило как-то там все, сомкнуло эти проводки как-то. Настроила антенну, подключила. И пока не было, родителей просто вот, просто как зомби я смотрела телевизор. Но самое смешное было то, что родители внезапно приходили, и такой звонок в дверь, и они мне рассказывают дальше, что они слышали. Значит, они звонят в дверь, потом такой звук, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, это я тащу телевизор в другую комнату, прячу его в шкаф, закрываю, и там проходит минут пять, и я так как ни в чем не бывала, такая, да-да, открываю дверь, ой, мама с папой, я просто не сразу слышала звонок ваш. Ну, это вот такое православное воспитание было без телевизора. Я вижу, что у вас предпринимательское мышление, оно с раннего детства проявлялось, и стремление плыть вопреки. Вторая ваша фундаментальная черта. Наверное. Очень ярко тоже. Ну, родители, наверное, не это хотели воспитать во мне, но получилось то, что получилось. Да, ну, возьмем на заметку в воспитании своих детей, да, что цензура работает наоборот. Да, это я тоже поняла. Со своими, да, использую. Очень полезный лайфхак, на самом деле. Ни в коем случае не мой посуду. Не мой посуду. Да. У вас это, кстати, работает наоборот? Работает, но не так примитивно, но работает. Например, там, вот у меня средняя дочь, она очень любит сама выбирать наряды, но это просто иной раз прям, она такая творческая, все там режет, все что-то шьет. Ну, у нее комната завалена пряжей, она вяжет сумки, подушки. Вообще вот очень творческая. Десять. И вот когда я вижу, как она собирается пойти куда-то вместе со мной, и она приготовила себе одежду, а там просто вот что-то... Выдвиглась. Ну, она сама что-то нашила там, что-то. Я понимаю, что нельзя идти в этом. А у нее есть уже такое, что наоборот. Я ей делаю вид, что это я достаю вот это вот то, что я вижу, что она приготовила, но я достаю. Говорю, Жень, ну давай ты вот это вот оденешь, тебе будет очень хорошо. И она сразу так... Ну, нет, мам, я, наверное, что-нибудь другое надену. Чувствует подвох уже. Да-да-да, уже так как-то она... Десять лет. Ну, вот все наоборот. Сейчас такой возраст, прям наоборот. Я говорю, ну, наверное, тебе не нужны занятия по-английскому, да? Как это не нужны? Я сейчас летом буду заниматься. Ну, ладно. Вот это я прям сегодня себе запишу, вечером начну практиковать. Но это надо тонко делать, потому что они уже в определенный момент... Поймут стратегию, да. Сопоставят одно с другим, поймут, что это часть стратегии. Что это часть плана. Нет, это чудесная лайфхаркс. Ой, правда. Да, здорово. Расскажете потом, как получилось. Такой вот вопрос. Может быть, даже несколько странный, но тем не менее. Можете ли вы сказать, что вот вера, она повлияла на выбор того, чем вы в жизни занимаетесь? Есть ли такое влияние? Или вы просто осознаете, какой у вас склад личности, и, исходя из этого, действуете? Есть ли это влияние веры, да, на ваш вектор профессиональный? Мне кажется, у меня нет такого влияния, потому что я, ну так как я вот проектной деятельностью занимаюсь, она очень разная бывает. То есть проекты по смыслу разные, по форме разные. Иногда это сайты, иногда это какие-то там мультфильмы мы снимаем. Много форматов. И мне кажется, вера не оказала влияния на выбор, но оказала влияние на то, как я работаю. Вот скорее я бы сказала, что вера оказывает влияние на какую-то вот ежедневную рутину, может быть, не на выбор вектора, но на то, как ты эту работу работаешь. Каким смыслом, да, наполняете каждый день. Вот как раз следующий вопрос, мы плавно у него перетекаем, про смысл деятельности такой внутренней. Что вот в ваших разнообразных делах вы воспринимаете как служение, а что как потребность саморазвития, да, узнавания нового. То есть вам просто это интересно, и вы движетесь в эту сторону. Вот как бы вы могли сопоставить? Вот у меня нет такого выбора, что саморазвитие отдельно, а работа отдельно. У меня это так переплетено, что каждый новый проект – это и работа, и развитие. Что мастерская – это и работа, и развитие. Потому что я многого не знаю. Например, когда я начинала, я не знала, как ИП открыть. Мне пришлось все это узнавать, как налоги считать там все это. Я знала когда-то в теории, может быть, когда училась. А как это на практике? Это развитие? Ну да, это тоже развитие. Поэтому у меня все идет в ногу. Ну а про смыслы – это вообще, мне кажется, интересный вопрос, потому что я против бессмысленной деятельности. Когда ты делаешь что-то ради того, что ты делаешь что-то. Так закольцовано. Я всегда за смыслы. То есть надо четко понимать, зачем ты это делаешь, для кого ты делаешь, для чего ты делаешь. Особенно, когда у тебя есть дети, и ты не можешь своим временем так распоряжаться, когда ты какую-то деятельность ведешь, бессмысленную. Ну может быть там, да ты даже себе не можешь объяснить, зачем ты это делаешь. И у меня всегда там тут дети, которые они хотят маму видеть, и мама, чтобы ими занималась. А тут какая-то деятельность. Ну всегда надо понимать, что у нас чаша весов лежит, и для себя какие-то приоритеты расставлять. И наполнять, конечно, деятельность смыслом каким-то. Потому что если бессмысленная деятельность, ну не знаю, у меня такой не было. А скажите, может такой немного провокационный вопрос, но действительно интересно, допустим, финансовый результат деятельности для вас является самостоятельным смыслом? Или это всегда где-то там на третьем, пятом, десятом месте? Ну здесь, наверное, сразу вопрос этот переходит в другой вопрос. Кто кормит семью? У нас, конечно, однозначно кормит муж. Хотя когда мы, кстати говоря, поженились, я зарабатывала больше. Мне это так, знаете, я была такой феминисткой, мне это так льстило, так было приятно. Но потом я в декрет ушла, конечно. Я в декрет тоже работала, но уже не было, конечно, таких финансов. Может быть, поэтому я и могу немножечко здесь выбирать деятельность, потому что все-таки основная финансовая забота о семье лежит на мужа. Я скорее такой помогающий фактор, чтобы дети какие-то репетиторы дополнительные или какие-то развлечения дополнительные. Конечно, я не несу бремя полностью кормить семью. Но с другой стороны, я вот думаю, ну не дай бог, что-то в жизни пойдет не так. Ну там заболеет кто-то или еще что-то. Смогу я прокормить семью? Ну я смогу прокормить. Потому что есть уже какие-то навыки, есть направления, где я точно знаю, как я смогу кормить семью. Сейчас просто нет такой задачи, потому что есть задача воспитать детей. И все-таки семья на первом плане, потому что, ну да, папа это тоже важно, но все-таки, ну все мы знаем, и тут все девочки, что все лежит на маме. Если мама не скажет, что надо вот так вот там занятия детям выстроить, ну значит их не будет, этих занятий. Абсолютно. Мой вопрос, знаете, да, он больше, наверное, в том заключался, что вот для вас лично приносит ли вам внутреннее удовлетворение и финансовый результат? Истоит ли это для вас значимой компонентой смысла деятельности? Да. Ну какой-то компонент точно является, может быть, вторичный, но не главный, конечно. Потому что я бы, наверное, не керамикой занималась, не знаю, пошла бы там в банк работать или еще куда-нибудь, если бы прямо вот финансы, мне нужны только финансы, все остальное, это уже не то. И вот если говорить, да, об этом сочетании профессионального служения, я так сформулировала служение, почему? Я бы немножко поясню, откуда это выросло, когда мы с вами ознакомились только, да, я узнавала о том, чем вы занимаетесь. Я помню, как вы рассказывали о том, что вот в этом керамическом производстве для вас важен элемент социальной ответственности, что вот вы не просто организовали производство, да, а есть люди как бы на ваших попечениях, да, как бы, получается, вы работодатель, да, то есть для вас такая важная сторона, ну, назовем ее, да, социальная ответственность. Для меня это очень близкое понятие к служению. Вот. Воспринимаете ли вы это как служение? Или для вас это скорее ну, часть бизнеса? Ну, я бы не назвала... Хотя я вот так не думала, кстати говоря, в этой парадигме. Вообще это действительно, наверное, часть служения, потому что были такие моменты, когда у нас были проблемы, например, с сырьем, и мне нужно было вообще принимать решение, может быть, все это закончить, может быть, всех уволить и сказать, что, ребят, ну вот у нас нет сырья, у нас нет самого шликера, не из чего лить, давайте закрываться, ну, разойдемся, как есть. А получается, что у меня работает пять человек, и для них, для многих, ну, практически для всех, это основной доход. То есть они на эту зарплату живут. И я вот в тот момент я прям все доскребла, все свои там счета, всем зарплату выплачивала, как-то быстро мы искали новые материалы, старались, старались. Я поняла, что да, наверное, какой-то элемент служения есть, потому что, наверное, если бы это было просто коммерцией, я бы закрыла все и, собственно, себе забрала какие-то накопленные средства, и все. А здесь пришлось выплачивать зарплату ради сохранения производства и рабочих мест. Но можно назвать, наверное, служением. И еще такой вопрос, тоже достаточно личный. Не могли бы вы поделиться советами вашего духовника, если таковые были, о том, как расставлять приоритеты в сочетании деятельности и семьи? Вот как этот хрупкий баланс находить? Может быть, таковые были, и они вам запомнились и помогли. Ну, у меня духовник — это архимандрит Троито Сергея Лавры, монах. И он... Мне очень повезло с духовником, видимо, по характеру и с учетом моего иммунитета к церковным перегибам некоторым. Он очень такой тонкий. То есть он никогда мне не говорит... Я у него задаю вопрос какой-нибудь. Он говорит, вот делай так, так и так. Нет такого. У нас первое, то, что он говорит, он, а ты что думаешь? И ты начинаешь выкладывать, что ты думаешь. Второй вопрос — что муж думает? И потом, когда ты уже, в принципе, все сказала, как-то ответ оказался вот на поверхности. И такого вот, чтобы прям я ходила к нему за советом по поводу баланса, семьи, работы, у нас такого нет, потому что я знаю, что он меня сразу отправит к мужу. То есть если есть какие-то вопросы, он спросит, а что муж говорит? А если я к нему не ходила, ну сначала спроси у него. Поэтому вопросов от духовника, наверное, не будет. Ответов точнее. Вопросы, они заканчиваются все вот этими ответами. Потом он может как-то направить тебя в какое-то русло, чтобы ты рассуждала дальше и поняла какое-то решение сама. А он может помолиться, чтобы все было у тебя как-то хорошо. Интересно, вы сейчас описали этот процесс. Напоминает приемы психотерапевта. Но что-то в этом есть, да. Когда фактически вам создают пространство, чтобы вы, в общем-то, выговорили то, что вы просто себе не могли это объяснить. Ну и сами пришли к какому-то решению. Да, и сами, да. Главное, сами, а не с указки. Да, пришли к какому-то решению. Да, действительно, это очень тонко. Может быть, да, мы сейчас перейдем к самому такому к вишненке на торте, к семье. Может быть, накопились какие-то вопросы, касающиеся веры, отношения с Богом, поцерковления. А сколько лет вашего ребенка? В каком возрасте? Ему 69 лет. Ну да, он рано принял монашество, всю жизнь прожил в лавре, поэтому у него монашеский путь такой уже длинный. Но когда по семейным вопросам, когда по каким-то духовным, он еще может сказать, но по семейным, он как-то так больше, что вы уже одно целое с мужем, вам надо принимать решения внутри семьи. Мне кажется, это очень хорошая позиция. Как часто вы обращаетесь к семейным вопросам? Не часто. Не часто. Ну то есть, нет, ну исповедь, причастие достаточно регулярно, но по каким-то именно вопросам редко. По началу семейной жизни, наверное, еще до начала семейной жизни часто, а потом вот эта его позиция, она как-то настраивает на то, чтобы самой и все, да. Потом можно с ним как-то просто пообщаться, поговорить, но не так, что ты прям приходишь, задаешь вопрос и ждешь какого-то прям откровения, чтобы вот конкретно по пунктам так сделать. Но у нас нет таких отношений. Я знаю, что такие есть духовники, но вот не мой случай. Все сложилось так, что... До замуж? До замуж. Более того, мой муж, а это вот прихожанка храма, где сейчас мой супруг служит. Мой супруг даже пошел служить в тот храм, в который я ходила. То есть я пела на клиросе. У нас как обычно матушки ездят за батюшками, а у нас наоборот, у нас как в Греции. В Греции знали, что там обычно матушки – это кто? Преподавательницы, учителя школы, и батюшки за ними отправляются, куда их направят. Да, там распределение преподавателей есть очень строгое. Матриархат прям. В этом смысле. Греческий матриархат. Не матриархат, но правда, действительно, такая есть тенденция. Потому что женщина – это очень важно в Греческой семье. Мы тоже разделяем греческие приоритеты. Вопрос был про то, как я думала. Ну, тут все просто. Это духовник моих родителей. У меня родители к нему как-то попали. Я уже не помню, как, когда он, наверное, храм только восстанавливал. Храм Диулина находится чуть за Сергиевым Посадом, на выезде из города. И я начала к нему ходить, наверное, лет с 12. А у вас с мужем общий духовник или разный? Ну, нет, муж просто сам рассказывает про своего духовника. Разный. Разный, да. Ну да, просто общий или разный. Интересно, потому что я вот слышала такие советы не единожды, что желательно, советы именно от священников, что желательно, чтобы был один духовник у семьи. Ну, это касалось мирян, конечно, не священнической семьи. Ну, вот как раз для того, чтобы помогать справляться. Когда мы, например, принимали решение о том, чтобы жениться, он ходил к моему духовнику, все ему излагал, там все свои планы там. И вот духовник сказал, женитесь быстрее. Все. Для моих родителей это было прям вот все. Это значит, что все хорошо. То есть, есть вот это родители, я все-таки одна дочка, они меня как-то так очень прям берегли. И тут вроде как, они очень сразу полюбили моего жениха. Но вот то, что он сходил к моему духовнику и рассказал о своих планах, взял благословение, это было прям решающе. Ты знаешь, все, надо брать. Здорово. Ну вот мы как раз плавно и перешли к теме семьи. Давайте. Любимые. И может быть, такой вообще самый на злобу дня вопрос. Меня он волновал всегда, я думаю, что многих тоже. Часто бывает так, что многодетные мамы и матушки они или вынуждены или по своему желанию, ну, в общем, в силу тех или иных обстоятельств полностью посвящают себя семье. Их какая-то собственная самореализация где-то еще во внешнем мире, она отходит на второй план или же и вовсе отсутствует. И вот хотелось узнать, какова ваша позиция в этом отношении, какова она была, допустим, до замужества, изменилась ли она потом. и влияет ли как-то статус матушки на вашу личную активность во внешнем мире вот в этой реализации, да, как-то это вас ограничивает, может быть, может быть, да, или наоборот способствует. Вот как у вас с этим? Ну, знаете, когда я была юной, у меня были очень большие карьерные планы. Я планировала уехать учиться в Германию, прям уже сдала все экзамены по обмену студентами, все, язык сдала, все-все-все, а муж у меня собирался уехать в Оксфорд учиться, тоже сдала все экзамены, все, и мы, в общем, познакомились и никуда не поехали, поженились. Я вышла замуж очень рано, хотя планировала прям строить карьеру, у меня это был пункт такой, я была феминистой. вышла замуж в 20 лет. Ровно в 20 лет. Да, до 21 лет. Я вспоминаю просто, вообще у меня по цифрам больше муж, все помнят, все даты, но я тоже немножко помню. Я была такой феминисткой, то есть, когда с мужем познакомились, я даже говорю, не надо за меня платить нигде, я все сама везде плачу, там, подожди, я принимаю решения, я вот из тех феминисток, что удачно вышли замуж. И на самом деле вот этот страх остаться на обочине жизни, когда у всех там все карьеры строят, какие-то все интересные люди, а я такая вся в детях и сижу дома варю кашу с борщом, это прям моя боль была. Тем более, что у нас надо признать, что в Сергиевом Посаде очень много таких семей, потому что, я сейчас объясню, много учатся студентов в семинарии, и они почему-то остаются жить в Сергиевом Посаде. И это называется посадская недвижимость. То есть они отучились и остались жить. А сами они могут служить в Москве, в другом Подмосковье, а вот матушка с детьми, она живет в Посаде. И это чаще всего матушка с многими детьми, одна, без родственников чаще всего. И вот я смотрела, и я все время думаю, только не так, вот только не так, потому что она, правда, мне очень было жалко, они были полностью замкнуты на детях, но это понятно, они ничем не успевали заниматься. Какое там образование, какая работа, тебе надо отвезти одного в садик, еще если есть садик, в школу, какие-то секции, потом со всеми выучить уроки, сготовить, убрать, и все, и уже вечер. я всегда боялась того, что я вот в определенный момент останусь, у меня не будет своей деятельности собственной, никакой. Я боюсь, ну сейчас уже не боюсь, но раньше боялась раствориться, потому что такие примеры есть. Сергей, у нас очень много таких вот семей. Более того, когда дети вырастают, а они вырастают, все знают, что дети вырастают, и они вырастают, и уже занимаются своей деятельностью, мама, собственно, и не нужна. И вот этот момент, это прям болевая точка, потому что женщина уже в таком возрасте, что получать образование поздно, заниматься чем-то новым поздно, тебя никуда не берут на работу. Если у тебя была какая-то специальность, но ты по ней не работала, это считай, что у тебя не было специальности никакой, и ты уже как бы, у мужа-то есть своя жизнь, он служит, он развивает свой потенциал, там проповеди читает, еще чем-то занимается, а ты как бы вот, тоже чем, я не говорю, что это плохо, многие женщины находят в этом свое счастье, но меня эта история всегда пугала, потому что я прям представляла, что вот так вот у меня дети вырастут, я буду так смотреть, думать, что так, посуду помыть, там, или полы помыть, как бы уже все, дети-то ушли, что делать-то, куда бежать, а я всегда вот такая вот, что мне надо чем-то заниматься, и страх этот был всегда, поэтому я не уходила ни в один декрет, если у меня были проекты, у меня все смеялись, что я работаю из роддома, я говорю, а здесь прекрасно работать, младенец спит рядом, я с ноутбуком, сижу, проекторы, печатаю там что-то, загружаю какие-то файлы, все, идеальная атмосфера, и у меня так получилось, что у меня даже не было ни одного декрета, вот в декрет, наверное, я в последний ушла, потому что я работала в отделе по монстрям монашества, там какую-то деятельность занималась, организацией мероприятий, монашеских конференций разных, соборов, ну, в общем, ушла вот первый раз, но уже никуда не выйду, потому что занялась керамикой вплотную. А скажите, есть ли вот в вашем клубе матушек как раз вот такие матушки, которые, как вы говорите, растворились? Есть, но они потом в определенный момент как-то собрались, начали получать какое-то образование, если оно было совсем другим, и они не собирались работать. Но они все в основном молодые, наверное, таких прям примеров нет. Мне кажется, более старшего возраста есть. А у нас в клубе более-менее молодые. То есть, которые уже вот в этой устоялись в роли чистосемейной. Да, у которых, например, дети моего возраста. Вот такие примеры я знаю прям лично. А примеры, что матушки моего возраста, но все-таки тут еще есть шанс чем-то заняться. Интересно. И они просто интересны. Они вот чувствуют себя несчастными или они наоборот вполне чувствуют себя реализованными в семье? Им этого достаточно? Я знаю и тех, и других. Я знаю, для кого это идеальный формат существования. И если скажешь там, а ты не хотела бы выйти, ну, вы не хотели бы, они чувствуются старше меня, не хотели бы выйти куда-то на работу или какой-то деятельностью заняться, они как бы, ну, нет, я не хочу, у меня все тут и так хорошо, на мне весь дом, на мне батюшка, которому тоже надо там что-то заботиться. Ну, когда говоришь, ну, вообще-то все семьи так, что и муж, и жена, ну, жена-то работает, ну, как бы уже нет желания такого, уже устоявшийся такой семейный уклад, и они даже, ну, не чувствуют такой потребности, они живут счастливо. Интересно. Расскажите, пожалуйста, про мужа, как вы познакомились с этой увлекательной, детективной историей. Да, я ей уже рассказывала. Да, но это все-таки такая, мне кажется, пусть это будет такой интересный изюминка на нашей встрече, да, если вы... Я спросила мужа разрешения, он сказал, да, пожалуйста, можно сказать. Да. Но все поняли уже, что я люблю работать, и познакомились мы, конечно, на работе. Более того, муж рассказывает все время такую историю, что я его подсидела на работе. Она не совсем правдивая, но ему очень нравится почему-то именно так рассказывать. Познакомились мы благодаря отцу Павлу Великанову, потому что Антон, тогда еще Антон, он помогал ему, отец Павел был секретарем ученого совета в Московской духовной академии. И отец Павел его привлекал как помощника к организации мероприятий, советов и всему прочему. И так получилось, что Антон собирался уезжать в Оксфорд учиться, учил английский активно, все так и так, и поступал еще и в академию сюда. Ну и как бы вот отец Павел решил, что надо взять еще одного помощника, чтобы какие-то дела не провисали. Тем более начиналась работа над порталом богослов.ру и нужным был выпускающий редактор. И он хотел человека, который мог и быть выпускающим редактором, и ему помогать по ученому совету. И так получилось, что я собралась ехать за границу, учиться в Германию, немецкий учил, и у меня там было три месяца, я думаю, ну надо как-то подзаработать денег, что ты все такая феминистка, надо же самой все платить за все. И тут опять-таки через мою маму отец Павел предложил, может у меня подработать пока. Отлично, я пришла, смотрю, там какой-то мальчик сидит, так вещи забираем отсюда свои. У меня муж до сих пор вспоминает, говорит, а почему ты так ко мне? Я говорю, я была очень деловой, все место освобождаем, это мой стол теперь, это что за книжки тут лежат, почему так здесь не убрано, давайте, давайте, убираем отсюда все, такая прям пришла, мой муж, конечно, ой, это кто вообще пришел сюда, все убрал, и мы 4 месяца с ним были прям, ну не врагами, но прям очень не любили друг друга. И вот 4 месяца мы с ним в таком жили, а получается, что он еще все равно работал, там занимался какой-то деятельностью, и у нас опять там были какие-то пересечения, и все время я такая вредная была, ему что-то такое говорила, а он такой, какой кошмар. Он мне тогда такую фразу сказал, говорит, Аня, твой муж будет исповедником. Я говорю, а почему не мучеником? Говорит, ну потому что мучеником это один раз отмучился и все, а у тебя исповедником он долго будет мучиться. И он до сих пор вот это вот все вспоминает, говорю, да, да, у тебя муж исповедник. А сколько вам было лета такая решительная такая ситуация? Ну вот 19, мы быстро поженились, вот через год, наверное, после знакомства, может быть, меньше даже. Стремительно, да, причем, что мы после того, как вот 4 месяца ругались прям, что же вас привело-то к другому счету? Мы стали дружить, то есть любовь, это не так, что вот там я увидела ее и влюбился, или там я увидела его на улице и потом не могла заснуть месяц, вообще такого не было. То есть у нас все так было постепенно, мы начали сначала дружить, потом какая-то вот такая искра, не, искру, я-то помню искру, у нас в Северном Посаде, я не знаю, москвичи, наверное, не знают, или вы знаете, что такое колонки на улице, из которых вода льется? Колонки. И мы с ним где-то гуляли там, и он меня так, вот так, я как сейчас помню, значит, водой меня обрызгал, и я вот в этот момент думаю, все. И мы, когда женились, мы на эту колонку повесили замок. Так что все было интересно. Самое интересное в этой ситуации, то, что мы потом практически, ну и до сих пор не ссоримся. У нас как это вот, ну, находим компромиссы, все время уступаем. Нет у нас таких ссор, как вот эти 4 месяца. Видимо, мы отсорились на всю оставшуюся жизнь, и сейчас уже даже не спорим практически. Ну, вот такая вот история любви. Можно сериал снимать. Да, чудесная история. Вот это, кстати, очень полезная информация, мне кажется, для женского сообщества, потому что, ну, многие молодые девушки, мне вот кажется, точно вот так вот. Видела на улице, любился. У меня есть коллега, она не замужная, она мне тоже как-то сказал, правило, что я мужем можно в будущем за минуту встретить. Я говорю, нет, нельзя так не бывает. Эта история очень полезная. Ну, бывает, наверное, по-разному. По-разному. Вот у меня родители очень интересная история. У меня папа встретил маму в автобусе. Еще раньше, помните, за билетик передавали деньги, и вот она передала деньги, девушка, девушка, как вас зовут? Она наврала ему стрекорбы, что ее зовут Маша, что она там мучится в каком-то там, там-то, там-то, И, в общем, та-та-та, и сбежала. В общем, он ее месяц ждал у того вуза, где она ему сказала, что она учится. Прям каждый день он высматривал среди студентов ее, искал ее, а раньше не было ни в соцсети, ничего. Имя оказалось не то, вуз не то, то есть шансов потом пересечься у них вообще практически не было. и каким-то чудесным образом она пошла, они встретились в кино, и он ее увидел, а она была с другим каким-то молодым человеком, а, нет, она ждала другого молодого человека, и он что-то там опаздывал. И папа увидел, и, в общем, сказал, все, мы женимся. Это был Сергей Пасайз, да. Поэтому они, да, хороший. Так что, ну, у нас другая история с мужем. Да, знаете, в этом что-то есть, когда сначала люди узнают друг друга с такой вот, может быть, нелицеприятной стороны, то есть сразу как бы вот прощупывают, так сказать, бессознательное, что-то может потом выпрыгнуть, и потом, значит, вот уже строится что-то сверху. А у нас были такие фразы, что я говорила, что не повезет твоей жене. Так тоже, так с извинкой. А потом оказалось, повезло, не важно в курсе профессии. Анна, одну удовольствие вот слушать ваш такой жизнерадок рассказ, и ясно, что и преодоление, радость преодоления, она наверняка была, ну, и все так легко должно быть весело в жизни, вот, но радость преодоления приводит к таким счастливым отношениям, и вот, я знаю, что у вас свои чувства юмора, макулёвка, спасибо, выражительные, я бы сказала, а ваша супруга тоже есть с юмором, или у нее нет? Есть тоже, да. Скажите, весело, как вы можете друг друга с чувством юмора вынести новую волну в ситуацию? Вот расскажу, буквально было вчера или позавчера, но мы больше не над друг другом как-то шутим, у меня муж очень любит шутить над детьми, он вообще очень домашний и любит возиться с девчонками, прям, ну, ну, очень, хлебом не корми, вот дай вот с детьми что-нибудь пошутить, в общем, но сейчас лето, к сожалению, они, конечно, много смотрят телевизор, ничего не могу с этим поделать, ну, вернее, что-то делаю, но как-то не хочется вот так отрезать какие-то, тем более, сейчас есть YouTube, есть Wi-Fi, не знаю, что резать-то вообще, Wi-Fi, это инженерное мышление, как выяснилось, резание провода. И, в общем, муж целый, наверное, вечер над ними шутил, в общем, они смотрят себе какое-то там свое шоу, это YouTube канал какой-то там, ну, хотя они вот смотрят больше, как вот Женя любит, как вяжут там, или как там что-то режут, потом у него не найдешь все носки по одному, я говорю, почему у тебя все носки по одному? Он говорит, ну, я сделала платье, по куклам, я смотрела, там все куклы в платьях рядом, ну, почему по одному-то, ну, остальные куда? Мам, ну, им одинаковые платья не нужны, я взяла по одному, ну, вот что-то такое, в общем, как разрезать, пришить там, и так далее. И он, в общем, настроил на телефоне так, чтобы у него включалось его видео сразу, и там, он им, наверное, раз здесь там, выключайте телевизор, в общем, а потом убирал телефон и сидел так, как будто это не, у нас дети там просто уже, не знаю, обсмеялись, то есть они начинают что-то смотреть, потом трансляция перебивается, и лицо папы там, выключайте телевизор, ну, такие у нас есть шуточки. Здорово. Вообще, юмор, это, конечно, терапевтичная штука в отношениях с детьми, я вот тоже от отчаяния в некоторых ситуациях, от отчаянного, непонимания, хорошо от отчаянного. Вот просто, когда все, я понимаю, что все, труба, дело, контакт потерян, включаешь юмор, и вдруг все преображается, и ребенок даже идет добровольно там в музыкальную школу, то есть он только что там просто за забор хватался, невозможно было, кроме как силы, тащить. Да, здорово. еще такой вот вопрос касательно мужа. В чем вы с мужем схожи, а в чем вы разные, друг друга дополняете? Вот. И если у вас с мужем, поскольку вы начали, да, эту историю с того, что мы как бы работали вместе, вот эти пересечения в деятельности, в работе, они у вас так и продолжаются с тех пор, или же каждый немножко на свою дорогу вышел? Ну, у нас абсолютно разные дороги, но тем не менее мы каким-то образом все равно пересекаемся. То есть, например, вот последний проект я рассказывала, но здесь не рассказывала, в личном разговоре, про Александра Невского, очень масштабный был проект, посвященный юбилею. Я была выпускающим редактором, и все равно в этот проект позвали моего мужа написать там пару статей. И вот мы все равно каким-то образом, но до сих пор умудряемся работать вместе. Но мы хорошо работаем, мы умеем вместе работать, хотя мы вот про различия. Мы вообще разные, я больше технарь, причем такой вот въедливый, когда вот люблю за каждую цифру отвечать. Если я пишу текст, это такой вымученный текст. Я не знаю, как я веду соцсети, потому что я иногда напишу текст на страницу, а потом начинаю его редактировать, и остаются два предложения сухих таких, чисто факта одним, никаких эмоций, ничего. А муж у меня гуманитарий, он спокойно пишет тексты, много, и для него это не составляет никакого, не составляет такого труда, как, например, для меня. С другой стороны, если надо что-то просчитать или как-то вот очень сухо подойти к каким-то вопросам, это больше я. Мы с ним вместе и строим, тоже находим такое, что я больше по математике, он по русскому. И даже когда с детьми уроки делаем, тоже у нас сочинение писать папа, математику проверять мама. Различия есть. Но схожесть у нас в том, что мы семейные. То есть у нас семья, и у мужа, и у меня всегда на первом плане. Чтобы не было вокруг, какие работы интересные, интересные какие-то дела, там еще что-то. Все равно вот семья, она у нас в центре деятельности. А у вас есть какие-то совместные отдушины, может быть, какие-то совместные увлечения, хобби, интересы, помимо, собственно, семей, которые вас объединяют? Да, помимо детей, которые вас объединяют. Не знаю, может быть, это кино, музыка, путешествия, ну что-то еще, да? Что вот ваша совместная тема, и чтобы это не было работой при этом. Ну, например, мы каждый вечер катаемся на велосипедах вдвоем. Это прям важно. То есть мы всех детей оставляем домом, идем на все условия, которые они выдвигают, и 40 минут мы катаемся там у нас рядом, ну не поселок, по частному сектору. Такое совместное дело. Но мы иногда ходим на какие-нибудь, ну не свидания, но какие-то выходы есть. В том году мы ездили, недалеко у нас есть парк веревочный, где надо лазить высоко, там в шлеме, ну дети любят это. Я не знаю, почему мы туда поехали. И когда ты на высоте 20 метров должна вот так вот прыгнуть в пропасть на какой-то веревочке, я говорю, почему они пошли в кафе? Мы могли просто пойти попить кофе. Мы могли сейчас сидеть, наслаждаться с тобой, разговаривать, а в результате у меня такие трясущиеся руки, коленки, я боюсь высоты. И вот это верхушки елок, которые у тебя под ногами вот так пролетают. Я просто как спустилась, я говорю, нет, нет, надо куда-нибудь записать, что только это, только не это. Но таких вот активных у нас мало, потому что проще куда-то вот выйти, там посидеть, пообщаться, вернуться в семью, чем куда-то уезжать. Ну, редко получается вдвоем. Все-таки трое детей. Да, знакомая проблема. Ну, про велосипеды я тоже себе сегодня запишу. Ой, очень хорошая тема. С велосипедом можно и пообщаться, и поговорить наедине, и в то же время... Физкультура какая-то. Да, двигаешься. Всем советую. Созерцание, опять же. Да, природа, да. Закаты. Очень романтично. Теперь хочется спросить, конечно, про дочерей. Мне тут особый свой шкурный интерес, поскольку у меня тоже все дочки. Вот меня сейчас очень занимает вопрос о том, как выбирать приоритетное направление для развития каждой дочери, ну, и вообще дошире каждого ребенка. Наблюдая за своими детьми, видишь, какие они все разные, у всех какие-то разные задатки, разные твои там свои сильные и слабые стороны. Интересно, вот как вы это направление выбираете, вы наблюдаете за ребенком, что-то подмечаете, да, и в соответствии с этими наблюдениями предлагаете ему там ту или иную активность, там, допустим, музыкальная, там, школа или художественная, или там язык, или там еще что-то, или же вы больше ориентируетесь на то, что любите и знаете сами. Вот. И, в принципе, если у вас, помимо этого, да, какие-то вот универсальные схемы, приоритеты свои, да, что должно быть вот то-то, то-то, то-то. И насколько вы на этом настаиваете, насколько вы даете свободу им, этот вектор, да, которыми родители надо скорректировать как-то? Ну, пока свободы нет никакой, детей. Есть наша установка с мужем, мы, наверное, ее выработали, когда у нас родился первый ребенок. Мы решили так, что должно быть три направления, ну, кроме школы, кроме вообще образовательного направления, три направления. Это спорт обязательно, неважно там какой, это уже, в частности, спорт, музыкальная школа. Неважен инструмент, неважно, поешь ты или что-то еще, но музыкальное образование должно быть. У меня есть, у мужа, я скрипку вымучила, муж аккордеон, тоже такой немаловажный фактор. И языки. Тоже неважно, какой, английский, немецкий, французский. Вот эти три направления мы постарались у каждого ребенка развивать. Внутри уже можно было выбирать. То есть старшая дочь у нас чем только не занималась. Она занималась сначала синхронным плаванием, очень плотно. У нас поехали уши. Пришлось сделать операцию, удалять аденоиды. И это было все, у нее там 20 гнойных атитов за год. Она начала терять слух. Мы поняли, этот спорт надо вообще исключать из жизни. Как бы хорошо что-то там не получалось, но тут уже со здоровьем начались проблемы. Потом был большой теннис, тоже достаточно успешный. Но когда вот меняют смены, первая смена, когда в школе уже все сложно становится с дополнительными какими-то занятиями. В общем, в результате сейчас она занимается футболом. И очень успешно. Она играет за город, за район. Она все под Москвой. У них там тур каждое воскресенье, они ездят, играют куда-то. И она и с папой играет. В общем, на самом деле 13. На самом деле мы поняли, это, наверное, как-то сказалось, потому что когда она родилась, был какой-то чемпионат, то ли мира, то ли еще что-то. И Антон ее каждый вечер укладывал под футбол. И она, видимо, это с пеленок впиталась, что сейчас у нее выдает какие-то футбольные свои успехи. Но занимается. Мы как бы сначала вроде какое-то неженское занятие. И она как-то стала так вот и ходить, как в походке что-то. Но сердцу не прикажешь. Хочется заниматься спортом. Пусть занимается. Мы не против. А как она вырулила из синхронного плавания в теннис, из тенниса в футбол? Ну, из синхронного плавания понятно, что здесь, да. А теннис у нее закончился, когда поменяли смены. То есть она вот ходила, по-моему, когда у нее была вторая смена, она занималась с утра теннисом. Потом поменяли, а преподаватель говорит, а я не могу. И пришлось что-то менять. И она говорит, мама, у меня там подружка ходит на футбол, я пойду с ней схожу, посмотрю. Потом, мама, мне понравилось, купи мне форму. Папа, купи мне бутсы. Да ты точно ходить-то будешь вообще? Ой, мне так нравится. Вообще так прям нравится. Ну, ходи. И потом раз, успехи, их тут награждали. Они по области заняли второе место, что ли. Ничего себе. Да. То ли мини-футбол, я уже не особо слежу. Но, в общем, есть успехи. А средняя дочка у нас тоже не так все гладко. Она сначала занималась гимнастикой художественной. Очень жестокий спорт. Я, кстати, не советую прям заниматься. Это больше, что нервов у родителей, наверное, уйдет, чем будет какой-то вот, будет полезность для ребенка. У нас она до сих пор вспоминает тренера, у нее губы дрожат. Жестокий, правда, вид спорта. Но она защитила третий разряд. И прям понимаем, что у нее нервоз начался. А тренер жмет прям. Нужны результаты. На самом деле, тренерская работа, там все равно наличность. Можешь, не можешь, ты должен. И мы поняли, что уже нельзя так ребенка насиловать, когда она вот так вот с трясущимися руками входит в спортзал, и тренер там... А, закончилось все, кстати, тоже про юмор. У нас все с юмором, поэтому закончилось все очень интересно. Я в соцсетях выложила фотографию торта. У нас день рождения какой-то был, а эта тренер была на меня подписана. И вот она Женю при всех начала. Вы что там с мамой? Торт! Такое еще слово сказала, там, нехорошее, не кушать, там, жрете. И вот при всех детях, и Женя у меня там, у нее сразу слезы такие. Там, ой, я не ела торт, я не ела, и слезы там. Ну и все, мне даже пришлось все занятия забрать, и я поняла, что, ну, все, на этом все. На этом вы прощаетесь. На этом до свидания. И она ушла в хореографию, у них коллектив хореографический, где только не выступают. Там мы и в Карелию ездили, выступали недавно, и Великий Устюг, везде тоже выигрывают, очень хороший коллектив, в Сергиево Посаде у нас есть. Ребенок счастлив, физнагрузка колоссальная, хорошая ткань, но не сверх сил, прям хорошая. И она еще акробатикой занимается. И все, отлично, все разрешилось, никаких нервов. Ребенок счастлив, с радостью идет на занятия. Ну, родители тоже счастливы. А расскажите про музыкальную эстезию ваших девочек. Во-первых, как они еще успевают нормально заниматься музыкальной школой, для меня это лично загадка, потому что у нас просто часов в день не хватает иногда, чтобы и музыкалка, и уроки, все требования по школе выполнить, и еще туда какой-то спорт положить вот в этот день. Просто вот, либо уже, либо там ребенок не успеет есть, либо спать. То есть просто технически я не очень понимаю, как это выполнить, чтобы силы какие-то оставались и мотивация у самого ребенка. Вот это как бы первая часть вопроса, как успеваете. А второе, как выбираете направление внутри музыки. Для меня это тоже очень интересно, потому что у меня тоже музыкальная своя там была стезя, ну музыкалка, и потом еще там всякие увлечения. У меня тоже есть пунктик такой, что вот музыка, это прямо пичкать я должна всем своим точкам, прямо обязательно. Хотят, не хотят, ну хотя бы какой-то там инструмент, или пение, или что-нибудь. Вот, и мне интересно, поэтому как вы выбираете инструмент или там пение, или хор там. То есть вы опять же смотрите, что вашим девочкам нравится, что у них получается, или просто вот рандомно, ну давай там ты вот на скрипку, как мама там, в общем, первая давай по моим стопам, значит, вторая там по папиным стопам, а третья там по бабушкину стопам. Нет, я слишком люблю своих детей, скрипкой у меня никто не занимается, потому что я сама отмучилась просто музыкальной школы. У меня соседи до сих пор помнят, как я играла на скрипке. У меня соседи снизу, мы приехали к родителям, переезжали, и они даже мужу моему сказали, а мы помним, как Аня играла на скрипке. Таким тоном, что они правда помнят, потому что это было, это было, когда там пилишь-пилишь целый вечер, одно и то же, чтобы там все отработать. Скрипкой никто не занимается, но на самом деле у нас общая музыкальная школа, там выбор, нет, выбор большой именно инструментов, а остальные занятия, они все фиксированные, хор, сольфеджио, мусс-литература. Вот старшая, слава богу, в этом году закончила, 7 лет отучилась, но у нее прям способности есть, то есть она читает с листа Баха, может сесть там сама поиграть, и ей это нравится. Мы ее даже останавливаем, потому что у нее, она есть, у нас фортепиано стоит в зале, и получается, когда она играет, слушают все, там нельзя не слушать, потому что в каждой комнате везде вот это вот слышно, и уже прям, она готова к экзаменам выпускным, может все там, Саша, может перерыв, давай перерыв, давай, пожалуйста, пожалей, пожалей родителей. Но вот она сдала, и все равно играет, очень ей нравится играть, она даже попросила, что сейчас пойдет еще на гитару, но видимо музыка это ее тоже. Средняя наоборот, фортепиано заставить ее что-то там поиграть, она прям, но она очень хорошо поет, у нее музыкальный слух, очень хороший голос, и мы думаем сейчас ее домучаем еще пару лет фортепиано, и если захочет, ну перейдет на вокал просто. Но музыка должна быть обязательно, вот без музыки никак нельзя, потому что это все искусство, без какого-то вкуса, ну не будет ничего, не получится, он должен, а вкус он тоже с ним, ну мало кто рождается, а музыка как раз воспитывает в человеке и вкус, и какое-то понимание красоты. Я считаю, что музыка должна быть у всех. Пусть не надо домучивать, если ребенка нет способностей, но ты там пойдешь в музыкальное училище, ты будешь играть на арфе, потому что я так сказала, и это будет тебе полезно. Я против таких экспериментов, но какая-то часть музыки, она должна присутствовать, пусть минимум. А третья ваша девочка? Ой, она поет, она так поет. Она поет сногсшибательно, я думаю, что ее надо на вокал точно сейчас отдавать, ей три года, как она поет в храме, и уже все время, Валя, тише, Валя, потише. У нее видно, что врожденный слух, но я как скрипачка, я слышу прям, что она очень точно поет, и она очень музыкальная, она прям повторяет мелочи, она играет на фортепиано, сама одним пальцем, в траве сидел кузнечик, подобрала в три года, и вот играет. Но я считаю, что есть у нее талант, это видно, наверное, чуть-чуть еще подрастет, и куда-то мы ее отдадим, музыкальная. А вот почему, просто тоже интересно, вы именно музыкальную школу, музыкальное направление считаете обязательным из сферы искусства? Ну, допустим, вот я тоже так рассуждаю, можно же, допустим, вместо музыкальной школы ребенка в художественную школу отправить, там тоже будет комплекс дисциплин, но там вот, значит, живопись, скульптура, то есть тоже, в общем-то, развитие вкуса, безусловно, но вот не слуховое, а зрительное. Ну, мне кажется, что слуховое, оно больше дает возможности для творчества, то есть рисовать просто, но это с детства, это и так есть у детей, то есть если родители, например, не музыкальные, но ребенок все равно будет рисовать, рисовать, потому что есть карандаши, есть листок бумаги, дома нет фортепиано, значит, играть не будет никто, нет музыкальных инструментов, опять-таки, а когда есть цветные карандаши и бумага, оно рисует все дети, поэтому мы считаем, что это параллельно может развиваться, но само по себе. В принципе, у нас дети как бы сами по себе очень много рисуют, там Женя какие-то уроки себе включает, YouTube-каналы, там как научиться рисовать, Саша любит картины по номерам, ну, в общем, это есть у них в жизни, но это не структурировано и не под контролем. Интересно. Может быть, есть какие-то вопросы? Валя, да. Да, имена такие у нас, как нам сказали, тут у вас унисекс, имена все, но на самом деле это правда, потому что у нас УЗИ, когда я делала, постоянно там были какие-то сомнения, девочка-мальчик, скорее всего, мальчик, это первая беременность, что скорее всего, мальчик, ну, тут как бы не видно, но скорее всего, мальчик. Ну, мы там уже какие-то голубые вещи начали покупать. Пришли вторую, ой, ну, не видно, не видно, но скорее всего, мальчик. Ну, ладно. А уже когда я перед родами, ну, какой мальчик? Ну, это девочка, это понятно. И первый ребенок так, и второй ребенок точно так же, что это вот было такое. И поэтому имя было Саша у нас и для мальчика, и для девочки, а Женя, ну, тоже, а Валентина уже в честь бабушки, но оказалось все равно двойное имя, что можно и мальчика так надо. Ну, это на всякий случай, друг мальчик родится. Мы же все ждем, что три девочки, мы ждали, что будет какой-то из них мальчик. Ну, не знаю. У меня так друг, мой муж просто историк по образованию, у него друзья историки, они, значит, над ним подшутили, когда у нас родилась четвертая девочка, у нас тоже все девочки. Значит, один друг ему, его однокурсник по эстфаку написал, у Столыпина было 13 дочерей, пока не родился сын. Очень подбадривающе. У нас очень много, среди посадеб многодетных семей, где, например, пять девочек, шестой мальчик, шесть девочек, седьмой мальчик. Никто не знает точное число. Никто не знает. Там возможности не ограничены. Но у нас нет такой цели, что прям должен быть мальчик, поэтому... Три девочки очень хорошо. Три девицы под окном. Тем более одна из них играет футбол. Да, тем более одна из них играет футбол. Здорово. Я бы хотела, вспомнила, что мы немного не договорили по поводу вопроса о том, как вы успеваете. Меня жутко беспокоит вопрос. Объясню, почему. Мне кажется, я вот наблюдаю на своих детях, есть такая дилемма. Если ты детей сильно нагружаешь, в моем понимании сильно, это уже как раз, когда есть музыкальная школа, с такими приличными требованиями, с кучей домашек своих, спорт какой-то. И, допустим, еще язык, как в вашем случае. Вот у нас язык уже все, мы не успеваем никак, например, дополнительно. У нас вот эти два уже все, все заполоняет. А вот я столкнулась с такой проблемой, что чем больше ты нагружаешь ребенка вот этими допами, тем прямо вот четко в пропорции снижается мотивация ребенка ко всему вот этому. То есть мне моя, например, дочка заявляет, ты знаешь, я что-то уже ничего не хочу, я жутко устала, и просто я вот перегружена, отстаньте от меня, пожалуйста, дайте там выспаться, как-то вздохнуть, не знаю, дайте мне хоть какой-то островок детства, там какой-то, не знаю, там во дворе погулять, а мы просто этого не успеваем. Хотя у нас все в пешей доступности, то есть сослаться на московские пробки не получается. Вот. И я вижу, что вот с одной стороны мое благое желание дать ребенку все и побольше, оно вот имеет такую обратную сторону. Ребенок перестает, прям вот снижается желание к каждому из этих пунктов. Вот. И меня вот интересует этот баланс, как его найти, где-то пойти действительно навстречу и сказать, да ладно, давай вот от этого откажемся и начнем сфокусироваться, да. С другой стороны, не будет ли это моим родительским проигрышем в стратегической перспективе? Мне кажется, проигрышей вообще не может быть, если мама такая мотивированная и там старается детям дать все лучшее. Но дети разные. Вот старший у меня человек план. У него всегда есть блокнотик, где все записано по пунктам, где написано время, она все так четко, сама за всем следит. Например, вот я, я везде опаздываю. У меня есть такая черта. Я даже в ЗАГС опоздала. Да. Это история отдельная. Но вот Саше у меня, ей надо быть везде все заранее, везде все самой. и готовилась к экзаменам в выпускной музыкальной школе. Она сама, ничего не надо, никаких репетиторов. Я думаю, может, посольфеджио тебе. Я говорю, я уже сама не помню, там ничего. Давай посольфеджио. Я сама все выучу. И она там распределила столько-то вопросов, в день я учу. Здесь она отмечает, плюсики ставит, там она что-то это себе все навесила, такая прям ответственная она. Ну, она прям мотивированная. А Женя вот у нас может тогда сказать, все, я не могу. Вот что с ней сделать? Ну, ладно, давай отпросим тебя на сегодня. Ну, вот это просто, у детей есть такое понимание, что это разовая акция, что мы что-то отменяем, потому что действительно бывает, ну, устал. Я, как взрослый человек, бывает устану, и там не пойду на работу. У ребенка то же самое бывает, но это не значит, что мы сейчас все отменим навсегда, и ты будешь всю жизнь отдыхать. Она знает, что это вот сегодня я отдохну, еще есть выходные, но я стараюсь так, чтобы воскресенье было полностью у них свободно, то есть мы ходим в храм, и все, и весь день вот вообще свободен, чтобы уроки успевали сделать в субботу, в субботу какие-то еще есть дополнительные, и воскресенье полностью свободно. Вот прогулять, это, кстати, очень интересное замечание, что не успевают гулять. Да, у нас вообще нет этого пункта. У меня в детстве было, что мы пошли гулять во двор с девчонками, там казаки-разбойники, резиночки, что-то еще. Но сейчас, если детей не нагружать, они не идут гулять, мои вот. У меня, если их не нагрузишь чем-то, они будут сидеть в Ютьюбе. они будут какими-то делами заниматься странными, совершенно несозидательными. Ну, еще может быть, там что-то, да, Женя еще чуть-чуть поделал, но все равно это будет какое-то пустое вот времяпрепровождение. Чтобы это полезно как-то было, гулять там на свежем воздухе, но нет такого. Может быть, не знаю, мы им не привили вот эту вот способность, чтобы пойти гулять. Они могут, как мы, вот на велосипеде покататься, быстренько сходить там 15 минут, все. Поэтому, если мы что-то снимаем, занятия какие-то, получается так, что это время они тратят впустую. Это не для здоровья, не для отдыха. Если они сидят в телефоне, они еще больше устают, чем если бы они там сидели на занятии где-то. Или на занятиях они тоже общаются с друзьями, там, музыкальная школа, да. Они могут там, ну, вышли из музыкалки, чуть-чуть погуляли там вокруг. Вот оно и гуляние. С другой стороны, если я вижу, что ребенок перегружен, действительно, у меня прям, я вижу вот все, больше не надо. Я могу спокойно снять с каких-то занятий, сказать, что там сегодня не придем. Разово. Разово. Но ребенок знает, что это разово. Не так, что она там начнет изображать, что, ой, я там все, я не могу больше ходить на музыку, мне так плохо. Хорошо. Сегодня не идешь, завтра идешь. Ну, как-то они понимают это, ну, у меня пока нет таких проблем, чтобы вот прям переживать, что они перегружены. Я на самом деле точно так же росла. У меня было, и муж так рос, мы все были, у меня было плавание, у меня был большой теннис, музыкальная школа по классу скрипки, английский язык. И еще я умудрялся там чем-то, там телевизор вон таскать из комнаты в комнату, чтобы его посмотреть. То есть это все было подъемно. А с другой стороны, я смотрю на своих вот, ну, одноклассников или друзей, у кого был времени вагон, там, чем хочешь, занимайся, ходи, там гуляй, чипсы ешь в детстве, что там еще ели сухарики, орешки, и все. И как-то, ну, не на пользу пошло вот это свободное время. То есть вот они выросли, взрослыми людьми стали, но, не знаю, не скажу, что они прям неинтересны, но у них очень кругозор сужен тогда. То есть музыка им неинтересна вообще никакая. Вот там что-то им скажи, куда-то поехали, послушаем. О, нет. Какие-то еще сферы остались для них полностью закрыты. И нет желания и мотивации туда заглянуть, а там целый мир. Я не говорю, что дети прям все у меня с детства, вот все, они музыкой, там, они будут талантливыми, они таким. Нет, и мы просто приоткрываем дверь, показываем тропинку, что там вот есть целый мир, ты можешь туда пойти, посмотреть, можешь там остаться. А можешь туда пойти, посмотреть, там остаться. Вот язык, это же вообще средство коммуникации, ты куда-то поедешь, как ты будешь разговаривать? У меня вот Саша сейчас собрался китайский учить. Не знаю, как у него пойдет, но прям просит. Я и следующий год закончу на отлично, но мне нужен репетитор по китайскому. Ну ладно, да. Очень актуально. Да, актуально, пусть учат. Какой вопрос, как вы спросите, Мария, когда вы сказали, что ребенок, ваша девочка не превратилась, сказала, что, какой выдержит девочка? 9 лет. А, 9? Угу. Да, у нас там... Угу. Понимала, на ваших девочках у нас есть? Да, вот я немножко конкретизирую тогда свой вопрос, свою боль. Вот, хорошо, как вы справляетесь, когда, может быть, такого у вас не бывает, ну вот, а может, бывает, когда дети говорят, вот все, не хочу, не буду, там вот, ну вот, туда рога свои выпускают, все, вообще не трогайте, мне не пойду, не хочу, не буду, там, ну вот, какое-то сопротивление явное оказывают там в сторону музыкала, чего-то еще, вот какого-то из этих занятий, а как вы это преодолеваете? Вот такими разовыми акциями ослабляете вожжи, да, ну вот, сейчас ты не пойдешь, потому что, наверное, ты так говоришь, потому что ты устал, да, и это помогает и все выравнивается, просто у нас, вот опять, вот с этой старшей дочкой, это уже носит системный характер, уже даже с психологом приходится консультироваться, вообще, что с этим делать, с этим упорством, что человек прямо вот все, вот нет, сказала нет. Только по музыке? Это связано с музыкой, да, хотя абсолютный слух, прекрасный голос, все способности, то есть если бы их не было, я бы такая, фух, ну ладно, все, закрыли тему, чем-то другим позанимайтесь, а тут у меня с одной стороны родительская обязанность развивать талант, который очевиден, в том числе педагогам, вот, и совершеннейшее упрямство, просто вот невероятное, да мне это не надо, мама, ты понимаешь, мне это не надо, как бы, все разговоры о том, что надо, что не надо, ты будешь решать после 18, не срабатывает, тоже такое упорство, методическое, системное, что просто вот не знаешь, что с этим делать. Может быть, вы не сталкивались с этим, ну, или если сталкивались, то как вы этот вопрос вот решаете? Ну, я такой сухой технарь, что я всегда, мне нужна причина, то есть надо мне, вот мне кажется, понять причину, потому что тут у меня было у Жени, я уже рассказывала, с гимнастикой, такая же история, то есть она, я не буду, у нее есть талант к этому, у нее прекрасная растяжка, чувство ритма, все, она, ну, там, соревнования первое, второе, третье места всегда занимала, я видела, что у нее есть талант, но я понимаю, что вот у нее тоже истерики были, не хочу, там, и мне тренер говорит, вы ее прямо вот запихиваете в спортзал и закрываете дверь. Я говорю, конечно, я, ну, представляю, как это делается, но ни разу не делала так. Она говорит, вы сделаете, давайте ее сюда и дверь держите. И потом, то есть, ну, как-то я вот... Пасть дракона какая-то. Ну, да, да, что вот бросаешь туда ребенка, закрываешь дверь, еще держишь, чтобы она не выбежала. У меня это вообще за гранью моего представления о каких-то семейных отношениях, что это я враг своему ребенку, что ли? И потом я поняла, что, ну, вот эта конкурентная среда в гимнастике, у меня Женька ее не выдерживает. То есть, у нее нет такого вот, ну, борцовского характера, что там, я всех сейчас тут сделаю, я пойду локтями всех раздвину. Вот, ну, нет, ей это тяжело было. И плюс еще тренера вот прям давила. Я поняла, что дело в тренере, и дело в том, что ей не подходит это. Она не такой борец. Она вот творческая, очень ей нравится все это, но она не борец такой, что вот я сейчас пойду, займу первое место. А у них такие девочки все были. Они там друг друга смотрят, да ты неудачница. Вот прям вот эти вот маленькие такие вот, как даже не знаю, как их назвать, такие малюсенькие, все в платьицах подходят, говорят, ты неудачница. И у меня Жень такая, а у Жени такие слезы, как у клоуна сразу такие вот, такое море тут сразу. И это, например, перед выступлением ей скажут, причем эта девочка, например, из нашей же команды. Мы вместе ходим, а они же вместе, ну, между собой все соревнуются. Нет командной работы, и ей это не подходит. Ей нужно всегда плечо, поддержка, чтобы было единство. А тут получается, ты с девочкой занимаешься вместе, а потом она тебе такое говорит, потому что вы соперница. И мамочки там такие же тоже. Все время шпильку там какую-нибудь тебе раз. И, ну, мы так вот терпели, терпели. Я ее как-то перегибала, у нас еще, ну, ладно, это я не, нет, расскажу у нее, просто отчество у тренера, Гильвановна. А Женя почему-то ее называла Гитлеровна. Я говорю, ты только ее, ну, в лицо не скажи такое. И вот у нее, в принципе, отношение такое было. Она заходила в зал вот так вот. Ну, очень ей было страшно, в общем, она как-то вот боялась тренера и обстановки этой. И мы просто в определенный момент заметили, что, ну, не может быть такого сопротивления, ну, к какому-то делу хорошему, что если она так сопротивляется, ну, что-то не так. Я вот все думала, думала, надо ее ломать. Я ее попробовала переломить, раз переломила, два, ну, это прям история хроническая. Ну, сколько можно ее переломать? И потом уже все закончилось, что у нее прям нервоз начался. Я смотрю, что она, губы дрожат, заходит в спортзал. Психосоматика. Да, дрожат губы. Начала болеть. Ну, как бы все. Я поняла, что, ну, зачем уже мучить ребенка, но не ее. Хотя тоже способности есть. Ну, кто знает, если бы мы ее там перегнули, там все. Зачем? Когда говорят, вот этот успешный успех, у меня, слушайте, я хочу быть просто счастливой. можно без вот этих вот суперпоказателей, супермедалей, каких-то успехов. Можно я просто тихо буду счастлива жить? И вот в этом случае то же самое. Были какие-то у нее способности? Может быть, что-то там у нее бы получилось. Надо нам это? Нет, не надо. Мы просто будем счастлива жить без гимнастики. Ну, вот и прекратили заниматься. Стала заниматься хореографией, а там такой коллектив сплоченный, где друг за друга все, и у них командные номера, и вот прям оказалось, что это вот ее прям. Она со всеми сдружилась сразу, ее взяли в коллектив, без истерик, без каприз. Кто идет на занятия, я иду на занятия, все. Ну да, смотрите, получается, что вы нашли такое компромиссное решение, это же очень близкая сфера, то есть там же тоже нужна растяжка, выворотность, и все вот эти вещи, которые на гимнастике практикуются. То есть просто формат немножко другой. Но командная, да, вот ей казалось, что командная, это ее личная, вот это раздвигать локтями, ну, ей тяжело это делать. Да, такое хорошее действительно решение. И наработки не пропали, с одной стороны, ребенка, с другой, что она в благодатную среду попала. Вообще поразительно, мне такую же историю рассказывала моя греческая подруга, она в Греции была, и она держится с двух лет. И была такая же история, они ушли с художник-земенастичек в ритме. И она тоже сказала, что перестала быть конкуренция, а именно они же там группой выстраиваются, все фигуры, и ребенок полностью счастлив. Поразительно. Ну, надо смотреть, наверное, как вот у ребенка складывается отношение, он индивидуальный какой-то подход, когда вот надо, что я один, там же много таких девчонок, которые вот, я звезда, и все. А вот у других лучше командная работа получается. Да. В общем, характер отношений в коллективе и с руководителем, в общем, может сыграть решающую роль. Еще раз в этом убеждаюсь. Спасибо. У меня тут такой заготовлен прямо помпезный вопрос под конец. Есть ли у вас какой-то такой вот генеральный принцип, который вы выработали, или кредо, который вы выработали по отношению к семейной и профессиональной жизни? Ну, девиз не хочется говорить, немного такое попсовое слово, но какой-то вот принцип именно выработанный на опыте, что вот надо делать так, или там, наоборот, надо вот не делать так как-то. Какие-то такие уже именно опытным путем полученные ценные наблюдения с густки мудрости. С густки мудрости. Хорошее выражение. Но в общем, мудрости, конечно, нет никакой. но вот я уже сказала про счастье. Знаете, когда вот загадывают какие-то желания, прям, что вот я хочу вот там добиться какого-то успеха, хочу быть директором банка, хочу там, не знаю, что еще быть, министром чего-нибудь, там, сельского хозяйства и тому прочее. И вот когда говорят, что я сделаю все, чтобы этого достичь, я вот прям, я этого боюсь, так вот этих фраз, что я сделаю все. Не знаю, вот сейчас такой инсайд будет. В общем, в детстве практически детская травма. Посмотрела, ну, запрещали мне смотреть все фильмы, в том числе ужастики. Я посмотрела, ужастик такой был, как сейчас помню, «Исполнитель желаний». Очень страшный фильм. Я смотрела, когда была маленькая. И там был, ну, смысл фильма в том, что желание, надо быть осторожнее с желаниями. То есть то, что ты загадываешь, если оно буквально исполняется, то это может быть такой ужасный кошмар, что ты все это вообще зря загадал. Ну, там были, конечно, со смертью связанные у них случаи фильмы. И у меня это с детства есть вот такой подход, что не нужно вот к чему-то стремиться, чтобы быть готовой положить все на алтарь какой-то вот мечты. Сколько раз было, да, когда там стремятся, я хочу быть материально успешным человеком, хочу вот все, я реально иду к этой цели, я там чем-то жертвую, семейной жизнью там или чем-то еще. И вот хоть, ну, когда достигают эти люди, оборачивается это, может, таким, что счастья нет. У тебя есть успех, а счастья нет. И вот я всегда была против такого успешного успеха, я за счастье. То есть у тебя, может быть, не будет каких-то сверхпоказателей, ты не будешь олимпийским чемпионом, но ты будешь просто счастливым человеком. Мне кажется, это гораздо более ценно, чем быть именно вот успешным, и там номер один, и там все заголовки газеты о тебе пишут. Просто спокойно быть счастливым. Анна, спасибо. Тогда у меня еще назрел еще более пафосный вопрос. А что есть счастье? Добавим пафос. Для вас. Как было сформулировано? Для меня счастье – это любящая семья. Когда и ты, и муж, и дети стремятся не куда-то уехать на работу или стремятся домой. То есть у меня даже детей из дома не выгонишь, им нравится быть дома. Мужу нравится быть дома. Все знают, что он там домой. Я домой. У нас дома хорошо. То есть мы любим свой дом, мы любим друг друга. И вот это тихое семейное счастье, которое, конечно, у нас есть профессиональная деятельность, в которой мы тоже хотим добиться успехов. Но у нас нет такого, что мы готовы пожертвовать нашим семейным тихим счастьем ради какого-то прям мегауспеха. В чем там? В профессии, в карьере, в бизнесе или еще в чем-то. Для меня счастье – это тихая семейная жизнь, когда все рады быть дома, любят друг друга. Какой-то такой вот совершенно, не знаю, не пафосный ответ. Здорово. Спасибо большое. И за такие искренние ответы и за всю беседу. Особенно, конечно, некоторые истории заставили от души смеяться, но сделать глубокие выводы по поводу воспитания. Может быть, есть вопросы? Рукотворным. Нет, я рисую, сразу скажу, я рисую очень плохо. Но у меня есть к этому определенный вкус. И этот вкус совпадает с моими художниками. Художники у меня, если кто знает, есть такое абрамцевское училище рядом, оно известное, тем более, что там есть прям отделение керамистов. То есть они прям профессионалы, девочки. Но вкус у нас совпадает. То есть вот яркие цвета на белом, все мы согласовываем, все росписи, у нас есть худсоветы. Но, например, лить формы я умею. Это чисто технический процесс, я его освоила, потому что мне надо потом нанимать людей. И мне же надо какие-то требования предъявлять. Конечно, но вот я этому научилась. Я это знаю, как делать, но не делаю, потому что все-таки у меня больше управленческие какие-то на мне обязанности лежат. Но расписывать? Расписывать нет. Я пыталась. У меня есть маленькая домашняя серия, которую я расписывала, но она чисто такая геометрия. Но девчонки все-таки профессионалы. С художественным образованием расписывают они. А идеи есть? Идеи-то, пожалуйста, идеи-то вагон и маленькая тележка. Все-таки мы, знаете, это такое дело, не знаю, мы показываем красоту Божьего мира, потому что вот у нас, может быть, кто-то не знает какие-то растения, а мы же ищем, например, старинные у нас есть книги по ботанике, и мы оттуда берем очень интересные изображения цветов каких-то малоизвестных. Мы это публикуем, и там люди пишут, ой, а что это такое, а что это? Это васильки? Нет, это цикорий, и вот это все так интересно, все сразу, а, все. Ну, не знаю, показываем красоту Божьего мира. Мне нравится вот этот спросмысль, если говорить. Да, да, да. Как раз. Почему керамика? Да. То есть растительная, да, в основном тематика? То есть ягодки, цветочки? Разная. Или животный мир? Разный. Животный мир, но вообще вот у нас была очень серия, она дорогая, потому что рисовать сложно с птицами. Вот она уходит каждый раз прямо вот сразу, как мы ее делаем, ее сразу разбирают, а так как она дорогая и очень долго вырисовывать птиц, мы ее повторяем нечасто. Но с птицами тоже очень красиво. Такие, знаете, как китайские вазы конца, не знаю, какого-нибудь там, наверное, 13 века. Здорово. В каких социальных сетях мы смотрим? Телеграм, Инстаграм. Потом у нас подписаны договора со многими магазинами, можно вживую это купить. Завтра как раз еду в Дымов Керамик на ВДНХ, там теперь тоже мы будем представлены. В Санкт-Петербурге в нескольких магазинах. То есть живем тоже можно купить, ну или через соцсети, через доставку. Вот эти тоже птицы, да, 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 да. Это же Карелия, да? Карелия изумительная у нас. Это был корпоративный заказ для одной крупной корпорации. И они праздновали какой-то там год своего существования, и у них был корпоратив Карелии. И они заказали нам серию, связанную именно с Карелии. Мы нашли множество изображений древних, чаще всего на тканях, конечно же, и повторили их на посуде. Была такая огромнейшая серия, мы ее до сих пор повторяем, очень успешная. Там и орнаменты, но и пейзажи тоже были. А петроглифов там не было? Нет. У нас любимая с мужем темно, но мы никак не доберемся до них. Они просто манят, но они очень труднодоступны. Здорово. Как вы представляете, сфера и на кинамент, и на вангл? barbaris.keramics. В телеграме, можно в инстаграме. Там все я веду. Ну, как могу. Криво. Вы там лично ведете? Да, да, я лично. На маркетолога, не маркетолога, то есть СММ кто занимается? СММ. Еще не накопили. Накопим. Буду не я заниматься. Это очень тяжело. Мне тоже кажется, что тяжело, потому что это должен человек быть вовлеченный полностью в производство. Это еще прям, не знаю, полностью сотрудника что ли брать, который и будет и процесс наблюдать. Тем более, пока все объяснишь, наверное, может, и проще самой. Может быть, еще вопросы упадут. Замечания, ремарки. Сколько вы делаете керамическое существование? Конкретно производство уже, когда они, наверное, года 4-5. Что-что? Проводим, но редко. Редко проводим. Мы как бы повесим объявление, все сразу набегут. Ну, ничего страшного. Да, да, говорила. Проводим, но редко. Ну, вот, кстати говоря, если набирается, например, у нас есть кто приезжает, говорит, мы приедем целой группой, пожалуйста, ну, можно мы вот... Ну, давайте, если вот прям целой группой, что без объявлений, без этого, я говорю, ну, один мастер-класс проведем. В общем, проводим для самых настойчивых. Должен быть одинаковый возраст? Нет, разный. Ну, где-то 8-10 человек. Не больше. Ой, делаем много чего. На выбор. Можно чайную пару сделать. Но там единственное, что сразу нельзя будет забрать. То есть это надо оставить. Мы обожжем, покроем глазурью, и там где-то дней через 10 отдадим. Но есть отдельный мастер-класс по росписи, когда на наших форумах просто приходишь, уже расписываешь, и потом... Но все равно надо оставить, подождать, пока обжиг пройдет. После этого только забирать. А вы видите машину? Да. Да. Я вообще водитель со стажем. Я, наверное, не знаю. Папа меня учил лет с 12 водить машину. У меня первая машина была Нива. Очень такая мужская машина. То есть вам возникла к стажам? Да. Да. Но до этого я уже умела ездить за рулем. Папа мне разрешал. Про Ниву вспомнила, кстати, забавный случай. Там, если кто помнит, капот открывается по-другому. Не спереди вот так вот, а от стекла. В другую сторону. И папа мне говорит, ну, давай капот открой. Я там что-то нажала. Там не то, что нажать, там надо что-то повернуть. И я подошла, и спереди так дергаю. Дергаю, дергаю. Папа говорит, тебе помочь? Я сама. Он так стоял, наверное, минут пять. Он говорит, ну, он вообще-то с другой стороны открывается. Это вот всё, что нужно знать о феминизме. Мне кажется, без машины с детьми, я не знаю, как в Москве, с учётом пробок. В Москве можно. Можно? В пешей доступности всё только при этом условии. А так? Да. В Москве есть варианты. Да? Ну, в Подмосковье без машины вообще никуда. Потому что это трое детей, пешком никуда не дойти. Это надо в разные концы города. Причём нет у нас такого, что прям занятия вот там на пятачке, на каком-то нет. Они разбросаны с одной стороны города, с другой стороны города. Вот ты только едешь как таксист, возишь детей. Это есть. А в вашей семье вы в основном развозите детей? У вас есть какой-то помощник? Нет, помощников нет. Я в основном. Но старшая уже на такси сама ездит, поэтому только среднюю. Везде приходится возить, да? В пешей доступности. Ничего. Мы живём в частном секторе ещё, поэтому оттуда вообще не добраться никуда. Да, знакомая проблема. Поэтому мы перебрались с загорода в город. Не, ну, своё очарование, конечно, есть у частного сектора. Мы, в принципе, уже привыкли даже. Тем более, как у нас больше всех старшая ездит. Её таксисты берут спокойно. Она выглядит лет на 18 уже, свои 13. А вот среднюю бывает отказываются везти. Она маленькая. Говорит, нет. А где твои родители? И всё. И вот так вот ребёнка оставили один раз прямо на обочине где-то. Говорит, мы тебя не повезём. У нас как-то в Сервеном Посаде так всё провинциально к этому все относятся. Да. С этим есть сложности. То есть вы как такси, вы не манялись на такси, да? Я понимаю. Ну да. Как-то привыкли. Поначалу было, правда, страшно. А потом безвыходная ситуация, что я не могу забрать, она пешком не дойдёт. У нас ещё как-то вот дом и школа, что там даже общественного транспорта нет никакого. Единственный вариант, или она пешком пойдёт по темноте, или такси. Ну, как бы да, такси безопаснее. У меня такое насыщение. Спасибо. Я не могу отвечать, но вопрос очень интересный. Когда я оставлю свою дочь, которая там швёт, узнала себя. И вот интересно, у моей мамы там была её боль, что там купили новую курточку, я отрежала там горлышко, делала плавицу на кухонке, прикрустовала там эти стены. У вас такое было? Как вы с этим справлялись? Как вы с этим справлялись? Или какие-то ещё моменты были? Все, которые к этому тянутся, какие сложности? Было очень много таких моментов. Кстати говоря, знакомый конописец мне посоветовала, говорит, она у меня рисовала, Женя, очень много, прям везде, на кровати нарисует, там ещё что-то. Она говорит, купи вот такие листы, прям вот листы большие, и дай ей вот рулоны прям. И вот действительно, это прям так помогло, она перестала везде рисовать. Она рисует, вот ей нужна площадь, видимо, рисует, 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 и уже нигде больше не рисует. Но вот с тканью это сложнее, да, потому что что-то резать, что-то шить, и вроде покупаешь ей готовые наборы для шитья какие-то, но они неинтересны ей. Она вот по шаблонам вообще не любит работать. Ей надо вот носки там порезать, кукле шить какое-то космическое платье, там пришить, здесь что-то сшить. То она куклу, у неё взяла все волосы, вытащила и начала иголкой мулине туда вставлять волосы. Она делала это неделю. Это труд нереальный, потому что там же голова-то резиновая у куклы, и она там всё вставляла, это нашла себе, господи, как называется, на пальце, ну, иголку протыкать, на персток, да, сидела там всё. И вот у куклы теперь, она сначала лысой была целую неделю, а теперь у неё волосы такие до земли, розовые, мулине такое, красивые прям. И она говорит, ничего, это сейчас длинный, я потом ещё стрижку сделаю, будет вообще огонь. Она говорит, я ещё вот эту куклу, сейчас обрею, и вот эту, я говорю, ты только, ну, не торопись, по одной бери, а то я говорю, откроешь у тебя ящик, где там одни лысые куклы. Но есть такое, да, но ничего, хороших вещей она не портит, но по мелочи бывает. Но я за это не очень ругаю. Да, да, у каждого своя комната отдельная, поэтому они могут себе позволить. К Жене заходишь, у неё по колено пряжа в комнате, она попросила у бабушки купить ей 5 килограммов. А ещё такая пряжа, которая очень, ну, пушистая, знаете, которую можно, нет, нет, она всем дарила просто в школе, да, которую можно пальцами плести, знаете, такие крупные пряжи, и вот она из неё что только не делала, и вот эти какие-то балаклавы там, прихожу на танцы, у них три девочки, одинаковые такие, балаклавы, которые Женя сшила, связала, и вот она всё, и сумки какие-то, и всё. Да, да, без спиц, которые, там такая ниточка с петельками, да, пряжа очень интересная. У вас уже дома назревает новая мастерская. Наверное. Но у Жени всё по любви, она без коммерческой жилки, она всем всё раздаривает, такое всё. Там, Женя, что тебе подарить на день рождения? Три килограмма пряжи. Хорошо. Потом, может, это у нас? Да. Может быть, Хорошее начало по любви, а потом почему нет? Надо же расширяться. Почему бы и нет? Спасибо большое. Вам спасибо, что пришли. Сегодня такая погода, и я думала, вообще никто не придёт. У меня у самой было желание, конечно, дома остаться. Думаю, что раз объявили, и везде реклама была, надо идти. Спасибо.